Итак, вторая часть у нас начинается с доклада Розовичной Сидиковой, профессора Казанского университета. Пожалуйста, Розович. Уважаемые коллеги, позвольте, прежде всего, поприветствовать гостей нашего мероприятия. Мне очень приятно сейчас я стою и видеть в зале знакомые родные лица. Мне так приятно, что вы откликнулись на наше предложение. Приехали, поддержали наше мероприятие. Я, честно говоря, так волновалась перед своим выступлением, потому что, как всегда, времени мало для подготовки. Но сейчас я увидела, что в зале остались, в общем-то, все мои знакомые, друзья. И я думаю, что если будут какие-то огрехи даже в моем выступлении, вы меня великодушно простите, поддержите, как мы, собственно, всегда друг друга все и поддерживаем. Я хотела бы начать свое выступление с высказывания, ну, как всегда уж, великих, да, но не мэйра. Вот Рустов Радброх говорил, никто, ничто не в состоянии лучше сблизить молодого юриста душой с наукой, чем чтение биографии великих юристов. В этом плане, конечно, чтение биографии Дмитрия Ивановича Мэйра – это один из наиболее показательных примеров. Но вот у нас сегодня очень интересная конференция, такие интересные выступления, да. Вот сейчас Павел Владимирович рассказывал такие интересные факты о великих юристах исторически. К сожалению, вот что-то я не вижу в нашем зале студентов. Конечно, хорошо бы это внедрить в учебный процесс, такие вот семинары, такие беседы, круглые столы. Мы вот отчасти стараемся это делать. У нас, например, Андрей Валерьевич на экзамене всегда спрашивает, а вот какие работы, каких известных ученых вы читали? Например, Кузнецова вы читали, да? А если никто не прочитал ее работу, то все, он уже не имеет шансов даже получить положительную отметку по предпринимательскому праву или по гражданскому праву. И касается это всех. Я думаю, мы сначала как-то удивлялись этому, а сейчас я думаю, что очень правильно. И сама тоже на своих занятиях я теперь начинаю с рассказа о нашей Казанской школе, об ученых, о каких-то научных школах. Вот. Но, конечно, фигура Дмитрия Ивановича Мэйра, она очень притягательная для того, чтобы рассказывать и рассказывать и рассказывать о ней. Несмотря на то, что... Ой, я закрыла тот файл, который мне нужен. Тоже хочется вспомнить некоторые факты из его биографии. Ну, вообще, всех, конечно, известно, насколько Дмитрий Иванович относился тепло к студентам. Он, конечно, был строг, но он не ограничился тем, что только оценки строгие ставил. Он, прежде всего, любил студентов и уделял им огромное внимание, мы все это знаем. Но тут есть некоторые факты. Вот почему он очень много... Известно, что он давал студентам книги читать, а потом с ними обсуждал эти книги. А оказывается, этому есть тоже основание. Я когда была в нашем отделе редких книг, и там пояснили, что во времена, когда Мэйр работал, студентов в библиотеке книги не выдавали. Сейчас в массовом порядке мы студенты у нас все обеспечены литературой. Вы знаете, в наших РПД, в ФОСах мы должны обязательно указывать ту литературу, которая есть в достаточном количестве. А во времена Мэйр нет. А он, оказывается, брал на свое имя книги и давал читать студентам. То есть, если бы он этого не сделал, у них бы не было возможности прочитать эти книги. И, кстати, Павел Владимирович ушел, а я вот хотела ему пояснить, почему написано, что Мэйр сидел, когда читал лекции. Не вообще сидел, а когда читал лекции. Потому что, если вы пойдете на экскурсию в музей, вы там обратите внимание, там будет ленинская аудитория, и там стоит вот такая парта, трибуна. И там специально экскурсовод показывает, там стул стоит. В Казанском университете профессора сидели, когда читали лекции. Стояла такая трибуна и специальный стул. Правда, Виктор Михайлович? Вы же видели это тоже, да? В последнее время имя Дмитрия Ивановича Мэйра часто ассоциируется с его трудом о значении юридической практики в юридическом образовании. Это действительно уникальный труд его, который находится в единственном экземпляре у нас в библиотеке Казанского университета в отделе редких книг. Но вот нам удалось, можно сказать, всеми правдами и неправдами. Тут вопросы авторского права очень сложные и прав музеев. Вот этот труд получить. Вот это ксерокопия, я вам его продемонстрирую. Если вы не видели, это как раз именно тот самый первоисточник, который, собственно, существует в нашей библиотеке. И здесь, конечно же, очень важно обратить внимание, что это уникальный труд. Он действительно здесь просто инструкцию к действию, так сказать, описал, к проведению семинарских занятий, к построению учебного процесса, что очень, конечно, не теряет своей акнуарности до сих пор. Но я хотела на своем докладе обратить внимание, сообщение на то, что сейчас мы, прежде всего скажу, много говорим о практике ориентированности. И даже статья об ученых записках у меня, собственно, в соавторстве, называется о практике ориентированности. Но вот мэр, говоря о значении юридической практики, он все-таки предостерегал от такого узкого подхода к практике. И вот Кирилл Иванович привел такой пример, что Казанский и Петрожицкий цитировали мэра. Один говорил о том, что мэр говорил о необходимости теоретического обучения, а другой говорил о необходимости практического обучения. Действительно так, читая произведение мэра, и особенно вот это произведение о значении юридической практики, любую страницу открываю, я вот когда готовилась, хотела цитаты вам прочитать, на каждой странице есть цитат, который говорит о значении практики и который говорит о значении теоретического образования. Но вообще это произведение начинается со слов, что он говорит, он приветствует то, что наконец-то в рамках Казанского университета было образовано юридическое отделение. И он очень приветствует тот факт, что именно юридическое образование теперь будет осуществляться на университетском уровне. Этому он придавал огромное значение, потому что он считал, что именно только в стенах такого учреждения, где дается фундаментальное образование, может получиться юрист как теоретик, так и практик. Еще раз хочу подчеркнуть, что он говорил о том, что практика сама по себе, конечно, очень важна, без практического обучения невозможно и теоретически вообще образование юриста, но он предостерегал о том, чтобы не уходить очень глубоко в практику и чтобы не стало образование таким однобоким. Практические занятия он воспринимал как дополнение к теоретическим занятиям. Он говорил о том, что практические примеры, они служат нам для того, чтобы мы на этих практических примерах лучше учили студентов каким-то теоретическим началом, основам, именно общим положением. Он говорил, что только знание вот этих вот догматических таких положений, основ и философии, и юридической науки, только это позволит воспитать грамотного юриста, в том числе и практика. Если юрист не изучал практику, то он считал, что это будет являться таким ремеслом, а он предостерегал от того, чтобы юридическое образование не стало ремеслом. Он называл это наукой, а не ремеслом. Поэтому, конечно же, вот эти вот подходы нужно, конечно, учитывать. И, как я уже сказала вначале, очень большое значение в юридическом образовании, почему отводятся и личности преподавателя. Мы, может быть, сейчас действительно, вот вопрос ведь правильно был задан с этими РПД, ФОСами. Мы разрабатываем эти компетенции, можем сами вообще все компетенции растерять уже, которые мы должны студентов обучать этим компетенциям. И для того, чтобы преподаватель был личностью, которая интересна студентам, он, конечно, должен иметь свободное время, ведь у Мейера было всего 15 учеников. И он, конечно, все свое время им посвящал. И нужно быть широко образованным человеком, и тогда ты будешь пользоваться, ну, все знают уж как преподаватели, авторитетом у студентов. Не достаточно быть только строгим, нужно быть еще и открытым, и давать им вообще интересные знания, и приучать их, и зажигать в них огонь, в общем-то, познания и интересы к юридической науке. Вот всем этим, конечно же, Дмитрий Иванович владел в совершенстве. И, наверное, мы как педагоги будем этому все время у него учиться, бесконечно читая его работы. И в этом плане, конечно же, еще раз говорю, обращение к его наследию, оно очень полезное, очень интересное. И, на мой взгляд, вот спасибо, что вот вы все приехали, и мы имеем такую возможность поделиться своим мнением по этому поводу. Но я хотела еще обратить ваше внимание на очень интересный факт, который я обнаружила, готовясь к этому симпозиуму, но не успела оформить, как бы, в виде доклада. Оказывается, вообще-то, с точки зрения авторского права, здесь есть интересный момент. Вообще, с точки зрения авторского права, вот этот учебник русское гражданское право, вот Людмила Александровна, наверное, тоже не даст мне соврать, да, что очень интересный объект, прочитанный лекцией мэйром. При жизни он разрешений не давал на их публикацию. Он не думал, что их будут публикать. Сам же он не опубликовал, он только прочитал. То есть разрешения на публикацию он не давал. Студенты из лучших побуждений, конечно же, собрали там то, что они записали, слышали, и как-то Витцин изложил свое видение. Вот вообще, с точки зрения современного авторского права, это вообще незаконно, потому что не было разрешения автора на публикацию этого. Но, оказывается, уже в тот момент был один из первых судебных споров, связанных с защитой авторских прав. Вот оказалось, что у мэйра вообще есть наследники, и эти наследники предъявили иск к Витцину. Витцин вообще печатал первое произведение, оказывается, на основании, как вот тут сказано, по акту от 10 октября 1856 года, которым было дано дозволение на издание лекции профессора мэйра по гражданскому праву и судопроизводству. Но, как потом наследники трактовали, ему было дано разрешение на издание только одного тиража, как мы сейчас выразились, да, а он к тому времени издал уже четыре. Впоследствии, вы знаете, эта книга выдержала 14 уже изданий к тому моменту. Но вот, оказывается, наследники, это была Мария Малериус и Эмилия Калинина. Я вот их не знаю, но вот они предъявили иск, они, видимо, наследники по завещанию. Вот Крушененников сказал, что было завещание, но его не опубликовали в книге. А вот интересно было посмотреть на этот документ, кем они ему приходятся, да. Вот они как раз предъявили иск, и вот тут всплыли все вопросы, связанные с правом авторства на это произведение. Как я уже сказала, во-первых, это прочитанная лекция, разрешение не дано, внесены изменения. И в последующем тоже из благих намерений вносились изменения в связи с изменением законодательства, да. Гольмстейн это тоже делал, а вообще с точки зрения авторского права это тоже незаконно, да. И кроме того, оказывается, еще тут встал вопрос о том, что это является служебным произведением. Там поднимался вопрос, на какой кафедре он работал. Он работал на кафедре гражданского права, как мы сейчас сказали, процессы, да, судопроизводства. Но он еще издал, это Витцин дополнил русское гражданское право некоторыми отрывками из лекции о вексельном праве. Что, собственно, тоже в суде оспаривалось, потому что считал, что это тоже служебное произведение, там в процессе, да, оказывалось, что он не на этой кафедре работал. И по принадлежности к кафедре это признали неслужебным, вот это участие разрешили. То есть очень запутанная история с точки зрения авторского права. Но надо сказать, и тут описывается вот это вот решение. Три инстанции, оно прошло, в конце концов, им отказали все-таки в этом иске. Но надо сказать, что суд здесь, кстати, поступил, я бы сказала, не совсем точно в соответствии строго с буквой закона, а скорее как бы из духа закона это было принято решение. И, в общем-то, было признано авторское право Витцина, вот это Дмитрий Иванович Мэйр в редакции с поправками Витцина на это произведение. И отказали им в взыскании каких-то там, как мы сейчас сказали, компенсаций, тогда это по-другому. А они требовали признать это контрафакцией, вот эти вот последующие издания. Но я хочу сказать, сослаться все, чтобы было корректно. Кто же это раскопал, ну что, так сказать, опубликовал это решение, нашел эту информацию, это не я нашла. Это адвокат Андрей Вячеслав Поляков. Он, оказывается, основал уникальную библиотеку юридических редкостей. И там вот он передал там полный текст решения Сената по делу наследника Дмитрия Ивановича Мэйра. Вот, чтобы уж было корректно, вот я хочу на него сослаться и привел здесь оригинальные документы. Я почему привела еще пример? Ну, во-первых, он интересен, конечно, сам по себе, да. А во-вторых, надо, конечно, отметить, что действительно Дмитрий Иванович, он ведь учил общей справедливости, добру. И говорил, как раз он это и предрекал, в общем-то, что не всегда буквально исследование закона, вот такое узкое толкование закона может помочь решить практические ситуации. И так вот интересно в жизни сложилось, что то, что он проповедовал всю жизнь, в общем-то, потом оказалось применимо к ему лично, к его жизни. Потому что строго по закону признали бы контрафакции это вот замечательное произведение, которое мы сейчас имеем возможность читать, изучать и воспитывать студентов на этом вот примере. Я исчерпала свое время. Спасибо большое. Спасибо, Роза Виссуна. Замечательное выступление, на самом деле. Вы затронули сразу несколько таких актуальных вопросов. Вот в этом зале находится Ярослав Трубаковский, наш друг с Варшавского университета. И действительно очень большая работа перед этим симпозиумом проводилась по дальнейшему поиску потомков семьи Мэйеров. Известно, что семья Мэйеров, она была тесно переплетена с другой очень известной в Европе линией математиками Кантеров. Кантер, да, и он был, собственно говоря, очень близок. И мы нашли переписку с Кантером, да, вот этим знаменитым математиком, автором теории множественности. Но вот мы сразу понимали, что из России найти потомков Мэйера в Германии будет практически невозможно. И вот в течение года этим занимались наши польские друзья. Вот, но даже они ничего не смогли найти. Вот, то есть на, даже на их запросы, собственно говоря, были отрицательные ответы. Хотя вроде бы на самом деле такие люди знаменитые, да, но... Вот, что касается завещания, то духовное завещание на самом деле опубликовано. Мы его нашли в архиве и опубликовали в ученых записках в статье, которая начинает этот журнал. И этот журнал вложен каждому из вас в раздатку. Посмотрите, пожалуйста. Чуть позже будет опубликован полный архив. То есть полный архив, собственно говоря, тоже у нас проанализирован, оцифрован. И это уже следующая книга. Будет издана уже по итогам конференции. Поэтому то, что Розович на самом деле здесь отмечал относительно вот этих судебных тяжб, у меня сразу мысль появилась о законном или переиздали статуте двухтомник вообще. Тоже, да. Срок охраны истек, ну все, можно, да. Уважаемые коллеги, ну вот я сейчас упомянул о профессоре Турруковском, о нашем друге с Варшавского университета. И вот следующее выступление по программе, как раз его я приглашаю, Херослава Турруковского. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, разрешите поприветствовать всех руководства факультета, которое приложило огромные усилия, весь организационный комитет и вообще всех участников. Потому что при всех величайших затратах и усилиях, если нет участников, то тоже плохо. Поэтому приветственное слово всем. Действительно, у профессора Мейера была очень, на самом деле, тяжелая судьба. Я думаю, какие-то открытия еще перед нами. Ну как-то это немецкое математическое общество, если я правильно перевожу с немецкого на русский, как-то оно не заинтересовано вообще Кантером даже. Не то что Мейером, а Кантер все-таки был великий математик. В общем-то, как бы, ну его позиция научная незыблема, но вот как-то его родственниками. Уже разные у нас теории были, потому что там сложно сказать, в общем-то, откуда эти люди на 100%. Но там даже версия была, что это как бы португальские евреи переселились в Голландию, в Амстердам. Там же замешаны другие страны, вот откуда Мейеры, в общем-то, глобально. Не только там вот фамилия Мейер, но как бы их семья. Ну тот же Кантер, он в России родился все-таки, потом вырос как бы в Германии. То есть очень сложно и, возможно, как бы еврейское происхождение, возможно, гибель части семьи, оно как бы повлияло все-таки. Ну пока что, в общем-то, мы не можем дать осознанный ответ. Поэтому у меня тема цивилистическая, к сожалению, не связанная с семейными перипетиями. Но последнее, что скажу по поводу Мейера, то у многих там членов его семьи очень тяжелая судьба, на самом деле, смена граждан стран. Но всегда эти люди в какой-то области пытались себе проявить. То есть даже мореходство, то ли математика. Там, по-моему, дед его был торговец довольно известным штановик. Всегда они стояли, пусть в какой-то своей малой области, не всегда научной, но на высоте. Это следует отметить. И, переходя к теме моего выступления по поводу условий в завещании, сначала разрешите пояснить само название темы. Потому что понятно, что если мы, это как бы такое сокращение условное завещание, то есть мы говорим о возможности составления условий при посмертном переходе имущества. Я не оговорился, я не говорю только о наследовании, а при посмертном переходе имущества. Соответственно, мы должны перейти к содержанию завещания. Я в основном буду опираться на польское право, но не только, но постараюсь какие-то общие вещи говорить, чтобы было интересно, скажем, людям, которые не знают польского законодательства. Хотя на самом деле польское законодательство очень лаконично, если мы говорим о условиях. Соответственно, мы говорим о посмертном переходе имущества и о нескольких конструкциях, о содержании завещания, которые способствуют этому переходу. Почему? Почему вот когда я говорю о постановлениях завещания, о конструкциях, на основании которых приходит имущество, но они обязательно наследуются. Потому что если посмотреть на систематику этих распоряжений завещательных, так называемых, при которых должно быть, ну мы сейчас об этом поговорим, должно быть или не должно быть какое-то условие, возможно. То, во-первых, это, конечно же, призвание или назначение наследника, да, то есть тут, наверное, понятно всем, то то же самое в российском праве, это, конечно же, наследование. Но в то же время второе распоряжение, согласно польскому праву, это назначение вендикационного отказа получателя, который наследником не является. Но довольно крупные массы имущества могут переходить посредством вендикационного отказа, и то в момент смерти. Поскольку вендикационный отказ, он производит свой эффект в момент открытия наследства, то есть в момент открытия наследства вендикационный отказополучатель может получить, например, предприятие, движимую вещь, которая не входит в наследство. То есть это просто посмертный переход, но это не наследование, в прямом смысле слова. Третий аспект, это назначение обычного отказополучателя, но тут я долго не буду говорить. Обычный отказополучатель, это то же самое, что в российском праве отказополучатель. То есть как бы обязательственный отказополучатель, невендикационный, то есть некое право требования появляется у отказополучателя к наследникам. Тут, в общем-то, похожесть есть с российским правом. И четвертый аспект, это установление возложения. Мы говорим возложение в российском праве, завещательное возложение. В общем-то, это конструкции, скажем, те же, римский модус, но понимаются несовершенно по-разному в российском и польском праве, но все-таки. И вот эти четыре аспекта, я вот хотел, учитывая, что мало времени, я бы хотел остановиться на возможности, начнем мы, конечно, от призвания назначения наследника, с условием. Два слова о самих условиях. Суть условий любых завещаний, это, конечно же, реализация принципа свободы завещания, то есть это возможность повлиять на наследников, это способ, по сути, распоряжения имущества, потому что даже самые банальные условия, ты получишь что-то, если, да. Я уже там сейчас придем к видам условий, но в принципе, условия должны быть, понятно, что допустимы, то есть, которые не противоречат закону, и, в общем-то, это вот юриспруденция, что польская, что российская, что общеевропейская, она, в принципе, на такой точке зрения стоит. На следственном праве все несколько сложнее, потому что основания запрета во многих юрисдикциях, они, по сути, не юридические на самом деле. То есть, против условий юристы ничего не имеют, они хозяйственные. Одной фразой, состояние временности плохо влияет на экономику, наоборот, непонятно, сколько это продлится и так далее. То есть, это вот, по сути, основная, плюс, конечно, юридические проблемы отсюда, но на самом деле запрет большинстве юрисдикций, он вот с такой точки зрения, а не потому, что не можем прописать ВК и так далее. И, ну, тем не менее, по моему мнению, как бы, свобода завещания, фундаментальный принцип, никому тут не надо дальше объяснять. И что же мы имеем в польском праве? Значит, все четыре распоряжения, которые могут быть в завещании, они, к ним подход совершенно иной. Если мы говорим о назначении наследника, значит, в принципе, наша статья, которая никогда не была изменена с момента уже более 50 лет Гражданскому кодексу, говорит, что оговорка об условии или сроке при призвании наследника по завещанию считается несуществующей. То есть, в принципе, если вот поставить точку и все, пишите, не пишите, она несуществующая, соответственно, призвание к наследованию действительно, а в этом пишите, не пишите в завещании. То есть, даже нельзя сказать, что там признается как бы недействительной, потому что оснований таких нет, просто как бы без условий. Но, далее, законодатель указывает, однако, если из содержания завещания или из обстоятельств следует, что без такой оговорки наследник не был бы призван, призвание наследника является недействительным. Соответственно, отсюда может проистекать в единственном случае недействительность этого условия. Если бы тут поставить точку, но еще есть третья фраза законодателя, то тоже мы бы сказали, что в польском праве, в принципе, условия не разрешены при назначении наследником. Но, далее, самая, наверное, интересная строчка. Эти положения не применяются, если наступление или не наступление условий, или наступление срока имели место до открытия наследства. То есть, по сути, условия как таково, ну, тут срок тоже, я сроки не буду, но, в общем-то, хотя разные конструкции, но идея та же. И, то есть, согласно этому третьему положению, по сути, условия абсолютно возможны в польском праве. То есть, как бы нет оснований для признания его недействительным, просто потому, что это наследник был назначен с каким-то там условием, отлагательным пусть будет. Но, и отсюда, по сути, у нас дальше два варианта. Потому что, вы можете сказать, какая разница, там условие наступило до, как бы, открытия наследства. Но это имеет большое значение, потому что, с одной стороны, если, ну, я понимаю, что там может быть и отлагательное условие, и отменительное, но, в принципе, если то условие, которое хотел завещатель, состоялось, то этот человек остается в момент открытия наследства призванным к наследству, со всеми вытекающими. Если условие, наоборот, как бы, был другой вид условий, оно тоже, как бы, совершилось, это было условие, что он не должен наследовать. То в момент открытия считается, что он вообще не назначен наследником. То есть, это очень существенное отличие, потому что, если остаться на первой фразе, что оно считается условием как несуществующее, то я являюсь наследником в любом случае. То есть, по сути, польское право признает одна из двух, ну, систем, не систем, подходов, скажем так, там есть вариации. Когда вот все возможно, но до открытия наследства, на этой точке зрения стало польское законодательство. Очень интересный момент, вот, в рамках сравнительного праведения, то есть, у нас, как бы, оно вот запрещено, но можно до открытия. Интересно, что некие юрисдикции, ну, хотя бы наши соседи, Украина, например, у них новый ГК, и там разрешены условия. И парадокс состоит в том, что эффект практически такой же у них, как и у нас по-нашему законодательству. Потому что там прямым текстом написано, что можно в условиях завещания, как бы, есть примеры, это список не закрытый, но там есть указание, что проверяется, наступило условие или нет, момент смерти. То есть, грубо говоря, там разница может быть в один день, потому что, абстрагируясь, как бы, от польского и украинского законодательства, как вы знаете, некоторые системы при открытии наследства, они исходят из того, что кто-то умер с разницей в 5 минут, значит, тот, который пережил, считается, наследовал, а то, что он умер там 5 минут позже, не имеет значения, а в некоторых системах, наоборот, если они умерли, как бы, там, вот авария какая-то несчастливая, то считается, что они в один день умерли. То есть, вот с такой точки зрения, да, вот при украинской системе, там, наверное, может, могло бы быть, что вот этот вот день, но глобально, то есть, разница в сутки, по сути. И то, и то, смотря какой мы подход, потому что, если применить польский подход, то вообще отличий никаких, потому что, все равно, момент смерти, как вы понимаете, мы проверяем, ну, там, сколько, полминуты, да, это, конечно, уже никто не будет считать, хотя формально, как бы, в их юрисдикции условие призвано. То есть, вот такая вот ситуация у нас с условием при наследстве. Что у нас получилось дальше? Да, ну, и, конечно, вы, как бы, понимаете, вот, по поводу второй фразы законодателя, что если там ничего не проистекает иного в завещании, то это, конечно, может быть, конечно, не только в завещании, но и другие обстоятельства. То есть, в принципе, возможно, доказывание. И если мы переходим к второму, ну, можно сказать, несколько лет эта конструкция в польском праве, то есть к виндикационному отказу, то тут получилась очень интересная ситуация. С одной стороны, это статья, которая вот регулирует виндикационный отказ. Вот если там просто поменять слова наследник, виндикационный отказополучатель, то, в принципе, то же самое. Оговорка об условии или сроке при назначении виндикационного отказополучателя считается несоществующей. Далее опять идет, однако, если из содержания завещания из обстоятельств следует, что без такой оговорки этот отказополучатель не был бы назначен. Призвание является недействительным, и эти положения не применяются, если наступление и ненаступление условия или наступление срока имели место до открытия наследства. Но есть еще параграф второй. И в параграфе втором польский законодатель, по сути, переходит к второй системе по поводу этих условий. Потому что указано, что если виндикационный отказ признан недействительным вследствие вот этой вот конструкции, то есть как бы условия не было там, не состоялось, но до открытия наследства, например, на какой-то отлагательной, мало ли, то виндикационный отказ он недействителен, но происходит конверсия, то есть такое вот прирождение, что ли, виндикационного отказа в обычный отказ, и обычный отказ, который у нас тут совершенно другой подход, который прямо указано в законе, что отказ обычный может быть установлен под условием или соговоркой о сроке. То есть выходит, что виндикационный отказ как бы переродился в обычный отказ, но с этим условием или сроком. То есть по сути тут польский законодатель как бы ввел задними дверьми, как говорят в Польше, вторую систему, когда любое условие допустимо. Потому что я вот тут говорю первая, вторая система, первая система, когда допустительные условия только до открытия наследства, а вторая, что вообще. И вот по поводу, если мы говорим о нашем обычном отказе, то любое условие или срок, они допустимы. Отлагательные условия, отменительные условия, любые сроки, конечные и так далее. То есть тут нет последовательности по сути никакой, потому что виндикационный отказ, он по своей природе ближе всего к, я бы сказал, даже назначению наследника. Потому что огромные имущественные массы приходят. То есть там есть несколько предметов, которые могут быть предметом отказа. Это предприятие, это может быть какое-то агрохозяйство, это движимые вещи, например. Недвижимость может быть тоже. То есть там есть некие исключения, но вот глобально какие-то такие комплексы. То есть получается, что условие как бы не разрешено при наследовании, но вот если вот таким способом это все с отказа перейдет в обычный отказ, то по сути у нас выходит обычный отказ, но с таким вот условием. И как я начал уже говорить, что при обычном отказе у нас все разрешено, но нет регулирования, потому что если, например, есть некое отлагательное условие, основная проблема в чем, что неизвестно наступит или нет это условие, то есть будет ли право или не будет при отлагательном условии. По-моему, так по российской терминологии. Соответственно, непонятно, сколько нам ждать. 10, 20, 30 лет наступит это условие или нет. И все это в таком вот зависшем состоянии, потому что я абсолютно за то, чтобы регулировать условия. Но юрисдикции, которые, причем тут надо сказать, что даже можно не обращаться к другим юрисдикциям, до введения гражданского кодекса у нас было в нашем наследственном праве, послевоенном сразу. У нас была масса решений именно по условиям, они были допустимы, но был прописан четкий механизм. У нас не было после Второй мировой войны интегрировано гражданского кодекса, поскольку шла кодификационная работа до 1939 года. Она частично завершилась кодификацией, но вот сроки, видите, я о условиях, а мне показывают сроки. Вот надо было с того начинать все-таки сейчас. Я уже заканчиваю очень коротко. И просто, чтобы быстро закончить кодификацию, начиная с 1946-го, там введены декретами просто части, по сути, как ГК, и был декрет на наследственном праве, декрет общая часть. То есть она была не интегрирована, только вот сегодняшний кодекс, он как бы одна целая, что ли, один документ. Но разница там на самом деле, вот. И это было введено, и в декрете, в статье 124 было указано, что если условие не ограничено более коротким сроком и не исполняется в течение 20 лет, то юридические последствия, это последствия такие, что оно не состоялось. То есть там вот был 20-летний срок, ну и далее я уже не буду говорить, там механизм, как это проверять и так далее. То же самое вот я нашел в проекте гражданского уложения. Я не уверен, что это та версия как бы финальная, но она и так не была принята как бы Российской империи. Ну, статья, по-моему, 3408, там тоже признается недействительной, но там 30 лет было. Наверное, жизнь была более как бы плавная. Но, в общем-то, идея та же и правильная. То есть прописка механизма, чего у нас нет. И последнее, вот учитывая, что у меня уже поджимают сроки, а не условия, то по поводу завещательного возложения. Тут у нас вообще вышло интересно. В общем-то, у нас несколько теорий, что такое завещательное возложение. И те, которые верят, что завещательное возложение, это вообще не обязательство, а просто натуральное обязательство, то как бы какие условия, если вы и так по суду требовать нельзя. То есть пишите, что хотите. Но, в принципе, поскольку часть как бы доктрины считает это все-таки обязательство, то вообще ограничений никаких нет. То есть парадоксально при завещательном возложении у нас самая, и завещательное мотка, и самая высокая свобода. Потому что можно любое завещание, любое-любое условие в завещание как бы вписать, и оно должно, в принципе, исполняться. Учитывая дискуссию, что возложение может быть так имущественное, как и неимущественное, то есть мы опять попадаем в тот же просаг, где не прописан ни механизм, ни сроки. Поэтому у меня не то, что негативные отношения к условиям, но подытоживая одну фразу, да здравствует свобода завещания, оно разумное. Спасибо большое. Спасибо Ярославу за такое замечательное выступление. На самом деле много общего в российском и польском праве, как мы все заметили. Не так на самом деле мы далеки от друга по правым системам. Не только нас напитки объединяют, но и право. Ну и тематику завещания мне вот хотелось бы продолжить. У нас Ольга Михайловна Родионова, наш друг, наш коллега из Саратовской академии, профессор, она уже торопится на поезд, поэтому мы немножечко поменяем распорядок, который в программе обозначен. Но может быть даже это и правильно, потому что ее выступление уже также по завещанию, но уже по российскому праву. Пожалуйста, Ольга Михайловна. Да, совместное завещание супругов, как результат их обоюдного усмотрения и наследия мэра. Ну, прежде чем приступить к своему сообщению, хотелось бы поблагодарить все-таки организаторов за то, что в такое непростое время действительно находят возможности, средства, силы, нервы и прочее, да, собрать всех и зарядить своей энергией на самом деле. Сидишь и просто отдыхаешь от РПД и прочих замечательных вещей. Понимаешь, что ты, в общем, правильное, наверное, дело делаешь, потому что не только учить и не только так, как наш Рособнадзор считает нужным, но и вообще как бы по смыслу, по духу нужно все-таки научно, да. Итак, вот прежде чем говорить о совместном завещании супругов, хотел бы обратить внимание на то, что в российском частном праве существуют проблемы, которые можно отнести к разряду трудно разрешимых в силу специфичности их природы. В их числе, прежде всего, квалификации волевых действий. На это указывалось уже в первом труде масштабном, системном, про который все время речь ведется на этом симпозиуме. То есть по русскому гражданскому праву Дмитрий Иванович Мейер отмечал, что действием называется проявление воли, но не всякое действие имеет значение в области права. И само учение о действиях, собственно, не юридическое учение. Оно представляет лишь юридическую сторону. Настоящее же место его в науке о воле, которая составляет часть другой науки о человеке. Но и подытоживая, он считает, что учение о юридических действиях, о волевых действиях, это учение, прежде всего, антропологическое и не может быть исчерпано областью права. И это ведет нас к мысли о том, что, безусловно, право, получается, вторично базируется на тех действиях, их значимости, нужности, необходимости для оборота, которые формируются в обществе, ну, как вот он писал антропологически, хотя это сейчас несколько не так называется. Конечно, подавляющему большинству действий может быть дана правовая оценка, хотя и формулировка нередко вызывает значительные затруднения на протяжении длительного времени. Сказанное в полной мере относится к конституту совместного завещания супругов, которое введено в российское законодательство, как известно, с 1 июня 2019 года. В статье 1118 ГК завещание, совершенное гражданами, состоящее между собой в момент его совершения в браке, определяется в действующем законодательстве на сегодняшний день в качестве совместного. Оно, такое завещание не вводилось в действующее, вообще в российское законодательство ранее. Основная причина состояла в том, что такие завещания, как и иные, так называемые условные сделки, ну, вот частью, про которую мы уже слышали, они зависят от воли другого лица и, соответственно, могут ограничивать способность к волеизъявлению, и вообще способствовать ограничению в свободе волеизъявлений, чем, собственно, и в цивилистике, не только в отечественной, и у законодателей вызывало вот такое негативное отношение. Действительно трудно не согласиться с тем, что зависимость наступления и последствий, определяемых волей одного лица от решения, принимаемого другим лицом, выглядит целым неприемлемым с позиции права. В этом случае, поскольку в этом случае легко предположить возможность злоупотребления последним. Ну, вот уже говорилось, да, о том, что условие может не наступить, может наступить, когда неизвестно и так далее и тому подобное. То есть степень неопределенности очень высокая, и это как раз является негативным моментом. Вместе с тем, тропологическая, что называется, составляющая, вот эта социальная значимость такого рода действий, их востребованность в том смысле, что она приводит к мнению о том, что общество все-таки нуждается, и нуждалось, и нуждается, и продолжает нуждаться в совершении таких действий. Потому что такого рода завещания, они были, как становится видно из произведений мэра, они были актуальными, они совершались, и дореволюционной России, и совершаются они сейчас за рубежом, и есть законодательства, в которых такие условные завещания, совместные завещания супругов, они действительно определяются. И вот последние столетия, наверное, можно уже сказать так, шли детальные исследования в французской, в частности, науке. Было отмечено, что произвольность условий сама по себе не приводит к негативным последствиям. Злоупотребление возникает лишь при нарушении принципа равенства сторон, при подавлении воли одного лица волей другого лица. То есть, соответственно, если перевести на сегодняшний реалий, можно было бы предположить, что не вообще любое условие делает завещание вот таким вот злоупотребительным, что ли, а только в том случае, если, предположим, муж крупный бизнесмен-предприниматель, он собирается передать свое имущество наследственному фонду от супруги, при условии, если супруга отказывается от наследования, отказывается от наследства. Соответственно, ну, ясно, что здесь просто черным по белому, очевидно для всех, есть нарушение баланса интересов сторон, и ясно, что такое условие, оно попросту является недопустимым, ни в какие рамки это разумно и поместить нельзя. Вот. Но в других ситуациях, когда, предположим, речь идет об обусловленных так называемых совместных завещаниях супругов, когда они завещают имущество в пользу друг друга, кто раньше умрет, тот и, соответственно, примет имущество, станет его собственником, а затем передаст детям. В рамках единичных завещаний, которые у нас в большинстве с вами совершаются в Российской Федерации, конечно, это трудно предусмотреть, но ясно, что такие ситуации не встречаются достаточно часто, и было бы это просто удобно делать. Вот. Соответственно, имея в виду, видимо, такого рода обстоятельства, законодатель наш и ввел совместное завещание, однако надо отдать, ну, как бы, надо понимать, что верно отмечалось в заключении Совета кодификации, степень регулирования, она, ну, невысокая, в смысле объем очень незначительный. То есть, если мы, допустим, сравним с законодательствами других стран подобное регулирование, то это, ну, будет слишком мало. То есть, российское законодательство большого количества разъяснений, рекомендаций, там, ну, положений, да, правил не содержит. Что у нас есть на сегодняшний день в российском законодательстве? Статья 1118 устанавливает, что вот совместное завещание является актами обоюдного усмотрения супругов. При этом сохраняется соображение, квалификация о том, что завещание относится к односторонним сделкам по распоряжению имущества на случай смерти, имеет личный характер, то есть совершается без участия каких-либо представителей. Соответственно, логично предположить, что законодатель имеет в виду то, что каждый из супругов лично изъявляет волю, принимая решение по распоряжению своим имуществом. При этом такое решение обоюдно с решением другого супруга. Ну, пришлось достать толковые словари, выяснить, что такое обоюдный, поскольку термин не самый ходовой, скажем так, в современном языке. Значение прилагательного обоюдный общий для обеих сторон или двусторонний одинаковый для обеих сторон. Ну, по поводу сторонний невередичный, в смысле, конечно. В самом этом прилагательном, пишут лингвисты, четко прочитываются две основные части. Для обоих, то есть для двоих, и единый, юдный. Слово единство, в свою очередь, понимается как совпадение, общность, солидарность или как цельность, монолитность, нераздельность. Ну и, соответственно, из этого толкования можно сделать вывод о том, что степень единства установления может существенно различаться. Как минимум, исходящие от двух лиц решения должны не противоречить друг другу. Это минимум. Максимум, соответственно, это когда волеизъявления два, волеизъявления, да, сформулированы таким образом, что разделить их по содержанию невозможно. И то, и другое – это обоюдное усмотрение. Ну, если толковать, так сказать, в рамках русского языка. Обоюдность усмотрения, безусловно, связана с доверительным характером отношений супругов. Однако, надо понимать, что даже нахождение в браке, ставление извещания в браке, естественно, это не основание для того, чтобы нарушать свободу в усмотрении распоряжения на случай смерти. Это у нас гарантируется статьей 18 Гражданского кодекса, элемент правоспособности. Закреплено в ГК, поэтому у нас вот в новой редакции, что один из супругов в любое время, в том числе и после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов. Вот, здесь, конечно, начинаются сплошные вопросы. Зачем вообще было вводить, например, вопрос возникает, если и так можно, в принципе, сделать единый акт, например, да, наше законодательство, в общем-то, это позволяет, если мы будем их отменять. Но вопросы как бы еще более глубокие здесь возникают, потому что, если следовать буквально тому, что говорит законодатель, то у нас создается прецедент того, что можно отменять посмертное завещание, посмертное волеизъявление другого лица. Ну вот, это, конечно, уже за пределами разумного, поскольку, возможно, отмена у нас завещания лишь завещателям. Поэтому получается, что можно реализовать такое право на отмену завещания, вот в полном смысле, как и законодатель пишет, только в ситуации, если в одном документе будет содержаться два раздельных волеизъявления, то есть полностью друг с другом не связанные. Не дай бог, они будут связаны между собой, а если, не дай бог, еще нельзя будет отделить волю одного от воли другого, и будет написано, например, «мы», все тогда, в общем, отменить, получается, это завещание не представляется возможным, ну и какой выход, там искать, наверное, возможность для оспаривания, признания недействительным в смысле этого завещания, ну и толкать людей, собственно, на обход закона, видимо, потому что тут придется доказывать как раз вот это обстоятельство, что воля одного, она господствует над волей другого. Но если это так, ладно, а если вот не так, то, конечно, это совершенно не здорово. Дмитрий Иванович Мейер, когда обсуждал такую проблему, он писал тоже об этом, он отмечал, что возможность изменения отмены духовного завещания, она возможна как раз только в том случае, если вот каждое завещание, оно самостоятельно и независимо друг от друга. Тогда они могут остаться в силе, ну и быть, соответственно, отмененными. Если иначе, то возникают вот неразрешимые проблемы. Соответственно, понятно, что это длинная история, да, дискуссия, как мы видим, уже не одно столетие насчет этих завещаний продолжается, несмотря на то, что это активно востребованный инструмент, получается, совместное завещание, я имею в виду супругов, он удобный, но вот юридическая квалификация подвергается с трудом. Ясно, что решение проблемы не может быть простым, но вот в разных законодательствах предлагаются разные решения этого вопроса. Она, ближе всего, естественно, немецкая. Там возможность отмены изменения завещания, она связана с отказом от наследства. Ну, логически, конечно, это совершенно правильный ход, потому что, ну, нет отношений, нет и последствий, да. Но представить себе, как это в реальности будет у нас происходить, ну, достаточно сложно. Ведь надо понимать, что обстоятельства, которые подвигают другого супруга, пережившего к отказу к изменению наследства, они могут возникать далеко не сразу после смерти супруга. То есть это может быть несколько десятилетий, это могут быть новые браки, новые дети, новые имущества, потери имущества и так далее и тому подобное. И вот, соответственно, отмена, отказ от наследства в этих ситуациях, в длительности времени возникновения новых жизненных обстоятельств, это, ну, крайне тяжелый, скажем, в реализации будет такой инструмент. Поэтому здесь представляется, что законодатель должен бы исходить из стремления к обеспечению интересов обоих супругов, в том числе после смерти одного из них. И нужно учитывать обоюдный вот этот характер усмотрений супругов. Реализацию свободы одностороннего воли изъявления одного супруга необходимо поставить в зависимости от свободы такого же акта другого супруга. Каким образом? Установить пределы осуществления соответствующей способности к завещанию, к наследованию. Чем ограничивать? Ограничивать здесь тем, что вот этот совместный характер может присутствовать. То есть ясно, что это, еще раз, да, не панацея, это просто предложение о том, как, в принципе, в каком направлении можно было бы в этом смысле развиваться, думать. Пределы, как известно, у нас они могут быть временными, временными точнее, да, вот говорилось об этом. То есть, если, предположим, достаточно длительный срок проходит после того, как умер супруг по совместному завещанию определенной, то, может быть, ну, там, условно, 15 лет прошло, может быть, все-таки отменить можно будет это завещание без страшных катастрофических последствий, особенно если там других никаких обстоятельств и заинтересованных лиц нет. Дальше. Новые субъекты, если появились, в смысле потенциальные наследники, новые браки, новые дети, соответственно, ну, другие дети, да, ну, может быть, здесь связать с тем, что новые дети, они приобретают, то есть дети от новых браков, они приобретают равные права с детьми других браков, то есть, например, на них распространить вот это совместное завещание, ну, например, и в этом смысле изменить его. С имуществом тоже примерно такая же история, то есть, то имущество, которое имелось в виду, например, и по поводу которого супруги что-то в совместном завещании говорили, исчезло, и теперь на его месте другое имущество, ну, может быть, это ясно быть основанием для того, чтобы вносить изменения. Но получается, что все эти случаи нужно определять в законодательстве, и достаточно исчерпывающие, поскольку это все-таки то, что определяется законодателем, должно быть установлено. Ну вот, да, я поняла. То есть очевидно, что при решении проблемы квалификации великолепных человеческих действий в качестве совместного завещания супругов следует исходить с того, что они носят, по верному замечанию, например, антропологические, как следствие, изменяющийся характер, но и законодатель не должен допускать ситуации, в которых для реализации своих прав гражданам приходилось бы обходить закон, а стремиться обеспечивать их. Спасибо за внимание. Надеюсь, я уважаю вас. Спасибо. Спасибо, Ольга Михайловна. Уважаемые коллеги, далее по программе я с большим удовольствием хотел предоставить слово также нашему хорошему другу Андрею Владимировичу Юдину. У него тематика выступления такая процессуальная, ну, как сегодня неоднократно отмечалось, Дмитрий Иванович Мэйр прожил сложную и короткую жизнь, 37 лет. Если бы хотя бы как Габриэль Феликсович, он 49 лет прожил, тоже мало, конечно, но Габриэль Феликсович все-таки процессуальные вещи успел написать по конкурсному процессу, да. Мэйр бы, конечно, побольше, наверное, написал бы по процессу обязательно, да. Ну вот, пожалуйста. Да, спасибо за предоставленное слово, за приглашение. Действительно, Мэйр известен как цивилист, и, понятно, он является цивилистом, но вопросы гражданского процесса тоже привлекали его внимание. И вот из его различных трудов, в общем-то, можно усмотреть и его процессуальные воззрения на некоторые вопросы, достаточно интересные. Вот, к примеру, такой посыл, который он дает в своем учебнике, вернее, в переизданном курсе лекций о гражданском праве. Мэйр пишет, отдельные судебно-гражданские действия могут оказывать крайне разнообразное влияние на сферу материального права. К таковым действиям относятся предъявление иска, извещение, ответчика, возражение, доказывание, мировая сделка, судебное решение, исполнение решения. И хотя он пишет, что все это область гражданского процесса, но тем не менее усматривает за всеми этими действиями материально-правовой эффект. Вот, к примеру, в программе заявлен доклад профессора Мабушенко, что материально-правовой эффект процессуальных действий и невозможное возможно. Но мэйр отвечает положить на этот вопрос и говорит, да, возможен материально-правовой эффект. То есть это вполне закономерно. Более того, далее он пишет, что вот сколь богатые материально-правовыми последствиями судебно-гражданские действия с начального до конечного момента процесса. То есть он буквально пропускает через весь процесс вот этот материально-правовой эффект процессуальных действий. Некоторые вещи, о которых он пишет, ну, вполне очевидны, с ними можно соглашаться или нет. Например, он пишет, ну, вот лицо, предъявившее иск, это значит, что оно не отказывается от права, а хочет реализовать свое право принудительным порядком. И, значит, в результате решения суда права, бывшие в неопределенности, определяются. А некоторые вещи достаточно интересны с современной точки зрения. Вот, к примеру, он рассматривает эффект от обеспечения иска как залог. И если мы обратимся к положению 334 ГК, где говорится о том, что установленный запрет судом на распоряжение имущества, и лицо, по чьей инициативе применен этот запрет, является, обладает правами и обязанностями залога держателя. Вот, появилось в Гражданском кодексе это положение. Об этом, получается, писал еще мэр. Далее, произвещение ответчика пишет он в своих трудах о том, что, как оценивать момент добросовестности, когда он узнал о возникшем процессе. И сегодняшняя статья 303 ГК говорит о том, об обязанности лица при истребовании имущества чужого незаконного владения возвратить полученные доходы с момента, когда он получил повестку по иску собственника. Но, с точки зрения арбитражного процесса, тут можно еще добавить и определение, наверное. Повесток там не существует, но, тем не менее, об этом в трудах у мэра тоже встречается. Интересен, также его интересны рассуждения по поводу ситуации, когда лицо в процессе признает некие факты. Ну, мэр еще добавляет, дает присягу, но теперь этого нет. Поэтому, если ограничить только признание факта, а потом процесс по каким-то причинам завершается, прекращается производство. Ну, например, в связи с неподведомственностью или с 1 октября неподсудностью дела, или, например, по мотиву несоблюдения претензионного порядка в этом случае. Каково значение вот этого признания? Может ли оно быть использовано впоследствии в качестве доказательства? И мэр предлагает над этим подумать. И говорит о том, что это относится к случаям, когда гражданское право является несовершенным. Ну, допустим, существование договора представляется сомнительным. В этом случае может ли быть реабилитировано вот это вот отсутствие этого договора признанием, которое совершено в процессе, но который не был завершен принятием решения? Поскольку, если решение принято, то оно поглощает все доказательства, которые были. Интересно также, что мэр рассматривает мировое соглашение как новацию, то есть как замену обязательства. И говорит о том, что в этом случае допускаются и заявления новых исковых требований, которые возникают из этого новированного обязательства. Но, как мы знаем, позиция современной судебной практики, в частности известной пленум о примирении, исходит из того, что новые иски из мирового соглашения предъявлять нельзя. Но вместе с тем и уже в закон вошло это положение, ну вот этот известный летний закон, так называемый, судебном примирении, что в мировое соглашение можно также включать положения, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного разбирательства. Также одно из таких интересных суждений мэра процессуального характера о том, что судебное решение порождает особое гражданское право, а именно право требовать возмещения судебных издержек. И мэр квалифицирует вот это вот требование о возмещении судебных издержек исключительно с материально-правовой стороны. И все мы были свидетелями современных дискуссий, начиная вот с определения Конституционного суда по делу «Большевик», где Конституционный суд говорит о судебных расходах как об убытках в контексте статьи 15 ГК. И то, что последующие изменения и практики законодательства привело к тому, что за судебными расходами отрицается характер убытков и говорится о том, что это суммы, имеющие особый процессуальный режим, их взыскание путем предъявления отдельного иска не допускается, что только подачей заявления и прочее. И вот в контексте расходов, например, мэр пишет о том, что погашается это право, то есть право требовать возмещения убытков краткой давностью, 6 месяцев. Это как у нас, с 1 октября будет 3 месяца сократился этот срок исковой давности по мэру. Также он пишет о том, что от этих убытков могут быть освобождены стороны, если они не дали повода для предъявления иска. И это тоже нам близко. Ну, например, вот этот пленум, известный Верховного суда 2015 года о судебных издержках, что если ответчик не дал никакого повода для предъявления иска, если его процессуальное поведение не способствовало возникновению расходов. Ну и приводится пример с супругами, когда по делам о расторжении брака, там непонятно, кто из них должен нести судебные расходы, при том, что их такая постановка в положении сторон исца и ответчика достаточно условна. Может это вообще повод подумать о том, чтобы в особое производство перевести эту категорию дел. Или, например, пленум об оспаривании кадастровой стоимости тоже говорит о том, что если истец просто реализует свое право на установление в судебном порядке кадастровой стоимости, то в этом случае нет оснований для возложения расходов. Ну, то есть его фактическое процессуальное поведение не способствовало возникновению вот этих вот расходов. Интереснейший пример мэйера, он включен в вот этот курс лекций, это судебные обычаи. Он пишет о том, что в судах в силу того, что судьи работают долго, складываются некие особые обычаи. Именно речь идет о судебных процессуальных обычаях, которые можно приветствовать. И некоторые из них обретают силу закона, и он ратует за эти процессуальные обычаи. Ну, как мы знаем, сейчас у нас нет этой категории. Хотя, например, Александр Тимофеевич Боннер в 80-м году писал о том, что фактически они существуют в процессе. Эти обычаи. И мэйер говорит, что при условии добросовестности судейского сословия эти обычаи можно приветствовать. И в качестве примера он, например, рассматривает, когда истец подает исковое прошение, а принимающий судья говорит ему, исправь вот этот недостаток, исправь вот этот. И тем самым он исключает оставление искового заявления без движения и позволяет ему поскорее приняться к производству. Ну, если, например, помощники судей, которые сидят на приеме исковых заявлений, также иногда поступают. Это тоже вне лежит регулирование ГПК, тоже составляет, вероятно, сферу такого вот рода судебных обычаев. Поэтому вот это, ну и вот по поводу эволюции этих обычаев, такой красноречивый пример. Я вот так вот подумал, что можно провести здесь аналогию. Например, когда раньше суд второй инстанции мог сказать, что мы снимаем дело с кассационного, ну еще это до апелляции было рассмотрение, направляем его на дооформление в суд первой инстанции, действие же не предусмотренное было ГПК. Но потом оно ушло в пленум, что пленум предлагал сопроводительным письмом направлять дело в случае там недостатков принятой жалобы, в случае, когда там не решен вопрос об исправлении арифметических ошибок. А процессуальная революция, это вообще становится законом, что это теперь в законе, закреплено это право апелляционной инстанции. Так и получается, что фактически обычая перешло в пленум, с пленума вошло в закон, то есть произошло узаконение положения, широко применяемого на практике. Вот это вот основные такие интересные суждения мэйра, касающиеся гражданского процесса. И я думаю, что вот обращение к презентованным работам, оно позволит еще обнаружить, я думаю, немало такого рода положений. Спасибо. Спасибо, Андрей Владимирович. Как всегда, очень четко, очень правильно, казалось бы, в таком ограниченном творчестве мэйра, но найти столько процессуальных аспектов, это может только действительно большой ученый. Спасибо. Дальше, уважаемые коллеги, я также с огромным удовольствием предоставляю слово нашему другу Юлию Валерьевичу Таю. Как сегодня Кирилл Иванович отмечал, действительно, это тот человек, который является популяризатором науки, очень много вкладывает он в издательские проекты, и у нас уже были очень замечательные проекты. Совместно с Юлием, это, конечно, Васьковский, переводы с польского языка и его трудов по гражданскому праву и процессу. Вот сейчас у нас на выходе новая книга Оскара Белова, где Юлий также активно участвовал, помогал. Вот, поэтому, Юлий, вам слово. Спасибо, спасибо огромное. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что роль моя явно преувеличена, участвуют в этом сотни на круг людей. В общем-то, все мы, получившие когда-то хорошее образование от наших учителей, считаю, и для себя, и для многих коллег, считаю, для себя долгом воздавать и передавать дальше другим поколениям умеющиеся знания. Поэтому мы преподаем, переиздавать книги, потому что кто-то когда-то нам вот так же передавал такие репринтные или даже еще не репринтные старые фолианты, по крайней мере, в МГУ эта традиция жива до сих пор. Наши старые профессора порой делятся с нами такими книгами, которые даже при нынешнем уровне науки и техники и неустанной работе издательства «Статут» все равно отсутствуют в общем доступе широком. Вот, что, в общем-то, объединяет поколения. Это очень здорово и очень приятно. Естественно, я также хочу сказать, что вся проблематика сегодня поднимающейся фосов и прочих аббревиатур на три буквы, которые в России очень все любят, они меня тоже беспокоят. И хоть я не настоящий сварщик, но все-таки, как-никак, профессор высшей школы экономики с большим 16-летним стажем работы в вузах и весь этот маразм, который существует в высших учебных заведениях, меня тоже в каком-то объеме касается. Я надеюсь, что когда-то суть победит форму, в том числе и на территории Российской Федерации. И переходя к мэру, тут, конечно, очень безусловно, я считаю этого великого ученого-цивилиста, стоящего в основе, человек, который дал какое-то отправное точку, дал какой-то толчок к развитию права цивилистической науки. Но применительно к той теме, которой я хочу сегодня несколько слов сказать, она, конечно, может сравниться только с фразой из классика о произведении «Мои встречи с Анной Ахматовой», где и почему они не состоялись. Поэтому с применением к мэру я могу также сказать о его работах в области конкурсного процесса, трудно сказать, поскольку их нет. Поэтому попытаемся фантазировать, что бы он сказал, если бы он дожил до такого возраста, когда бы ему дошли руки и голова до этой проблематики. Но это все шутки, а если переходить уже к серьезной части, и завершая эту вступительную часть, хочется поблагодарить, безусловно, всех организаторов и вообще татарскую землю, которая вот так вот нас каждый год встречает, которая так встречает дружелюбно, встречает, как всегда, гостеприимно, хлебом, солью и всеми остальными принятыми в этих широтах вещами. Поэтому я хотел поблагодарить, очень рад видеть вас всех каждый год. Это традиция, приятная традиция, и дай бог, чтобы она продолжалась дальше, дальше и дальше. Чего она стоит организаторам, это можно только фантазировать. Итак, переходя уже к теме несостоятельности банкротства, о которой я хотел сказать. Прежде всего, хотелось бы отметить, что тема несостоятельности банкротства, она, несмотря на свою невероятную популярность, как догматическую, доктринальную, так и еще более практическую, хотелось бы в самом начале сказать, что сейчас порядка 25 тысяч новых дел о банкротстве появляется, юридических лиц, 50 и более, и этот, наверное, растающий такой снежный ком банкротства физических лиц в Российской Федерации. Законодательство, то, как изменяется, ну, наверное, ничто не может сравниться в Российской Федерации, наверное, только КОАП где-то так может попытаться побороться с законом несостоятельности. Тот объем, которым растет закон, я на одной из конференций даже специально, визуально демонстрировал закон несостоятельности в своем первозданном виде, да, и в нынешнем он увеличился, по-моему, более чем в 4 раза, просто по объему. Это заметно даже визуально, да, толщина книги стала кратно больше и, в общем-то, уже приблизилась к толщине гражданского кодекса. Но примитивно к этому хотелось бы отметить, что есть в нем часть, которая в нем, как сказать, размыта или внедрена, это нормы процесса. И вот тут я и перехожу, собственно, к той части, почему меня именно на эту мысль навело проведение этой конференции, которая, как известно, и, как было сегодня сказано, под эгидой, это ежегодный симпозиум двух журналов гражданского права и гражданского процесса. Как не в банкротстве, как если не в банкротстве, можно привести пример, где право и процесс настолько органически в друг друга погружены, начиная от текста закона и заканчивая с практикой применения. И тут мы должны отметить, что вот этот постоянно нарастающий объем кодекса, он, козакону, извините, он нарастает безусловно и нормами процесса. Практически, если мы откроем все последние, вновь появившиеся главы, это и 3, прим. 1, и 3, 2, закон о недостоятельности, и седьмой параграф о банкротстве застройщиков и так далее, и так далее, там больше половины норм, которые вы там можете встретить, носят либо сугубо процессуальный характер, либо во многом процессуальный характер. Это приводит к тому, что происходит большое расхождение, и, естественно, девятым валом накрывает практика Верховного Суда Российской Федерации. Тут надо отдать должное сверхсуперактивности судей первого судебного состава, которые рассматривают дела о недостоятельности. По моим подсчетам, порядка 45 дел, которые вообще рассматривает экономическая коллегия, они целиком полностью посвящены вопросам недостоятельности банкротства, включая процессуальные аспекты этих норм. И вот все это в совокупности требует определенного переваривания и, безусловно, обобщения. Мы, юристы, всегда от частного приходим к общему, кто-то от общего к частному. В любом случае вот это движение, оно существует, и в применительной недостоятельности банкротства есть огромный опыт и практика правоприменения. Ее, безусловно, надо переварить, и она должна попасть в техзакона. И тут вот самый главный вопрос сводится к тому, что количество исключений, ну и при этом считается, и, собственно, есть даже специальная глава, как мы знаем, в арбитражно-процессуальном кодексе, особенности рассмотрения дела о недостоятельности банкротства. Но, опять же, если мы посмотрим эти статьи, это далеко отстоит от того объема, на самом деле, существующих процессуальных норм в области недостоятельности банкротства. И возникает даже такая крамольная, жалко, Павел Владимирович уже ушел, мысль о создании какого-нибудь нового процессуального банкротного кодекса, который, по крайней мере, я считаю, по своей жизнеспособности и полезности будет уж точно намного более полезным, чем касса, кодекс административного судопроизводства, потому что тот был совсем мертворожденный, а у этого будет точно своя огромная база правоприменения. Но мысль о появлении этого отдельного кодекса направлена даже не чистотой правоприменения, а теми базисными, сутевыми расхождениями с общими постулатами и начиная от принципов, которые существуют в арбитражном и гражданском процессах. Что я имею в виду? Ну, безусловно, начинается это с самого начала, с базовых принципов. Можем ли мы говорить, что в делах о нестоятельности принцип диспозитивности применяется в том исконном, изначальном смысле, который существует в арбитражном процессе? Ну, конечно, нет. Потому что степень вмешательства суда в решение большинства вопросов, безусловно, нарушает принцип диспозитивности. Причем количество таких исключений настолько велико, что в настоящий момент этот принцип, ну, собственно, применительно к банкротству размыт. И я сейчас говорю не об искривлениях правоприменения, не о том, что это вредно, что это плохо, что это какие-то недостатки судей, которые какие-то странные или опасные вещи для развития права привносят. Ни в коем случае. Я как раз-таки говорю о том, что практика понимает, что вот эти маленькие штанишки арбитражного процесса, они никак не лезают на вот это уже выросшее и, может, принципиально отличающееся от классического цивильного процесса правила рассмотрения этих дел. Почему? Потому что, безусловно, в делах о нестателенности банкротства, я всегда их называю термином из Томаса Гоббса, помните, он говорил про бел умомния контр омниц. Безусловно, банкротство есть война всех со всеми. Все кредиторы контрадикторны друг к другу. Они, безусловно, состязаются друг с другом в большинстве вопросов, начиная от установления требований кредиторов, завершая такими специфическими вещами, как привлечение субсидиарной ответственности, как признание сделок недействительными, как отстранение арбитражного управляющего или борьба за назначение этого арбитражного управляющего. И вот эта постоянная борьба всех со всеми, она и приводит к необходимости как минимум деформирования, но причем деформирования не от хок, не случайного, не в каждом, применительно каждому отдельно взятому случаю, а именно базисному, и основному, и продуманному, и заложенному в законодательстве принципу существования. Это означает, что мы должны говорить, если введение не следственного инквизиционного процесса, то какие-то элементы, безусловно, в нем присутствуют. Ровно так же мы знаем, что из практики права применения в законах о несостоятельности банкротства нет в полном смысле состязательности. Мы не можем говорить о том, что распоряжение правами возможно. То есть признание исков и уже даже проигранные дела в других делах общей юрисдикции, которые состоялись до рассмотрения дела о несостоятельности банкротства, зачастую на них, на их законную силу философски смотрят те судьи, которые рассматривают дела о банкротстве. И делают это просто исходя из здравого смысла, потому что понимают, что в этом есть злоупотребление. Это то, что называется в процессуальном обиходе, с самострелами процессуальными, да, или с заведомыми стачками, сговорами псевдоистов, с псевдоответчиками. И более того, это распространилось, как это обычно бывает в конкретных делах президиума, высшего арбитражного суда, потом в постановлениях плену, потом в определениях верховного суда, экономической коллегии и так далее, далее, до закона, уже до каких-то, в общем-то, базовых правилов, постулатов, которые сейчас никто не оспаривает, поскольку это уже общее место и оно не вызывает никаких сомнений. Ровно так же необходимо говорить об истребовании доказательств, да, о критическом отношении к любым институтам такого рода как бы примирительного характера, да, когда заявитель, например, кредитор обращается с заявлением каким-то и требованием, а конкурсный управляющий или иное лицо действующее от должника милостиво с этим соглашается. Вот суд очень часто и абсолютно справедливо говорит, нет, мы тут будем разбираться, просто то, что вы все тут признаете, меня никак не убеждает, а вот давайте-ка мы рассмотрим первичные документы, вам поставили там мясо, а почему металлургический завод мясо у нас поставляет, да, или и так далее. Это я сейчас говорю не теоретически, а дело верховного суда, дошло до верховного суда. И подобного рода вопросы, множество таких вопросов задаются, и задаются безусловно в нарушении в отход от базовых постулатов процессуального права. И еще раз говорю, что мне кажется, что это вполне разумно, и это надо ставить и урегулировать законом, чтобы это происходило не в партизанском режиме, да, дискреционном, когда каждый конкретный судья определяет то, кто здесь, собственно, вершит судьбы, да, и определяет, как он посчитает нужным, что, конечно, очень всегда близко к произволу, а потому опасно, влечет за собой какие-то коррупционные и иные недостатки и ошибки судебного правоприменения. А это должно быть отфиксировано в законодательстве четко и недвусмысленно, однозначно для тех людей, которые их рассматривают. Следующая политико-правовая развилка, которая уже давно стоит, это о том, как возможно ли вообще рассмотрение судами дел в парадигме того, о case management, если позволю себе назвать такой термин, да, из западной практики, которая существует в делах о нестатильности банкротства. Мы прекрасно понимаем, что формально, с юридической точки зрения, дело о банкротстве это одно дело, и для судьи это статистически одно дело. Но практически мы понимаем, что это сотни дел и иногда тысячи дел внутри этого дела, имея в виду не просто решение каких-то промежуточных процессуальных действий, а это полноценные процессы со всеми четырьмя, порой, инстанциями в судах, с рассмотрением различного рода вопросов. Причем тут еще судья должен быть и гнец, и жнец, и индудей, и грец, он должен, в общем, быть мультиинструменталистом, должен уметь все и вся. Да, сегодня он рассматривает с утра дело налоговое, потом с таможни, потом интеллектуальная какая-то собственность, но связанная, может, с интеллектуальной деятельностью, да, устанавливаются какие-то требования, потом он полутрудовые споры рассматривает, и все это применительно к делу о банкротстве. Не говоря уже про какую-то экономику сложнейшей, такие как категории, как, например, утверждение мирового соглашения о банкротстве, как определение вопроса одобрения плана финансового оздоровления или еще чего-либо, что требует, в принципе, серьезнейших знаний в области экономики, финансов, менеджмента, собственно, целого ряд других смежных областей с правом смежных, имеется в виду, да. И это мы все хотим выдрузить на одного судью, которого должен почему-то один это все переварить, и мы должны верить в то, что его героизм и подвижничество должно приводить его к справедливым, обоснованным судебным актам, при том, что я посещаю много территорий Российской Федерации, различные суды, но если говорить про Москву, это иногда заседания завершаются и в 11 часов ночи, в 12, в час и так далее, да, час утра, то есть уже следующего дня. Такое правосудие не может считаться правосудием априорно, когда отправляется правосудие, не превходя в сознание, да, и, следовательно, такие суды должны быть специализированными и разгруженными. Хотелось бы тут вернуться, наверное, к самому такому революционному моему предложению, которое, кстати сказать, совсем не ново. Я помню, как Алла Константина Большого в Царстве Небесное еще в 2003 году или 2-м даже говорила о необходимости появления банкротных судов. Я эту теорию не только подхватил тогда и разделял, но и сейчас еще в намного большей степени. Я считаю, что по аналогии с судом по интеллектуальным правам необходимо создать суд, федеральный суд такого полукасстационного уровня, федеральный суд по делам о банкротстве, в который должны рассматриваться самые значимые крупные дела, касающиеся стратегических предприятий, так называемых стратегов, да, сверхкрупных предприятий, которые находятся на учете в специальных налоговых инспекциях по особо крупным налогоплательщикам, финансовые организации, застройщики, ну, собственно, и все остальные такие спецсубъекты, которые объективно, ни один судья не относится к ним, как ко всем остальным банкротам. В этой связи этот высший суд мог бы для такого рода категории споров быть первой инстанцией, а для всех остальных судов арбитражных быть третьей инстанцией, вот по той же аналогии с судом по интеллектуальным правам. Это позволило бы еще добиться единобразия практики применения, потому что Верховный суд, конечно, абсолютно диспропорционально занимается вопросами банкротства, нарушая интересы, собственно, всех остальных спорящих, участвующих сторон. Дела о банкротстве важны, нужны, но когда из 500 дел, которые рассматривает эконом-коллегия, почти половина – это дела о банкротстве, это означает, что здесь, создавая практику, где-то практика не создается вовсе, и в этом ничего хорошего нет. И я считаю, что этот федеральный суд по делам о банкротстве мог бы, федеральный окружной, условно, делам несостоятельности, можно назвать его как угодно, дело не в названии, он бы мог решать эту проблему, установление единобразия практики в этой очень важной для страны и экономики страны области, тем более, что это вещь неприходящая, как мы понимаем, если рыночная экономика не отменится сама по себе, то дела несостоятельности банкротства не закончатся никогда, и в этой части их там может быть больше или меньше, но в любом случае эту проблему тоже надо урегулировать вот в такой области, как я сказал. И последнее, на этом я завершу, тоже важнейший процессуальный аспект, касающийся вообще тому, что суды, я об этом так сказал вскользь, а теперь хотел сказать чуть более подробно, о том, как относятся в делах о несостоятельности банкротства суди к судебным актам, вступившим в законную силу, которые вынесены до или во время уже процедурной несостоятельности другими судами, включая суды общей резидикции. В настоящий момент есть институт незамечания, я так это назову, или дезавуирования, если называть все своими именами, дезавуирования судебных актов в непроцессуальной форме, когда арбитражный суд, рассматривающий дело несостоятельности, он просто игнорирует, не замечает, или по сути пересматривает в нарушение процессуальной формы судебные акты, которые были вынесены до того. То, что с точки зрения справедливости, законности, экономической сути он делает это правильно, не подвергается сомнениям, хотя это далеко тоже не всегда так, безусловно, но по крайней мере это может обсуждаться. Но то, что такой базовый, основополагающий принцип любого правого государства, как законная сила судебного акта, его неопровержимый характер, предвестициальность, исключительность и, собственно, все остальные признаки вступившего в законную силу судебных актов, конечно, безусловно, не может нами просто вот так не замечаться, и мы не можем делать вид, что это нормально, что здесь есть какая-то специальная сфера общественных отношений, которая позволяет одним судам тех же инстанций отменять или не замечать актов других инстанций. То есть здесь, безусловно, вот это непроговорение, вот это стыдливое умолчание, знаете, конституционный суд любит носить термин «квалифицированное умолчание федерального законодателя». Вот здесь я боюсь, что есть неквалифицированное умолчание федерального законодателя, здесь нужно четко и внятно высказиться, выразить эту позицию и сказать, когда, как и в какой форме это должно происходить. И для решения этого проблемы, безусловно, сразу же возникает вопрос, самый последний, это, так скажем, политика права и развилка. Как вообще должно развиваться в дальнейшем дела о банкротстве? Либо все дела уходят в вот этот котел, банкротный котел, и там один судья или несколько судей, это тоже вопрос обсуждений, рассматривает эти споры чехом и все, либо происходит, ну то, что называется у нас привычным административным словом, режим одного окна, либо второй вариант, мы эти дела мелкодисперсно распределяем, как Сорока Белобока, этому дала, этому дала, этому дала, вот так вот всем раздаем, собственно, по местам, где они должны рассматриваться в соответствии с компетенцией, по новой терминологии, и подсудности, и кто должен эти дела рассматривать. И результаты их пересмотров приходят уже в дело о банкротстве. Я не могу за отсутствие времени сейчас объяснить, в чем плюсы и минусы вот этой развилки, потому что, безусловно, они есть и в том, и в другом случае, мы что-то потеряем, а что-то приобретем. Но, повторюсь, федеральный законодатель, прошу прощения, просто не имеет права продолжать игнорировать эту существующую, эту очень базовую и сутевую проблему российского правопорядка сегодняшнего дня. Это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Юлий Валерьевич, как всегда, за яркое, великолепное выступление. В вашем выступлении были затронуты многие аспекты и законотворческого процесса, и правоприменения. Ну и цитаты, как обычно, из вашего выступления можно, наверное, публиковать дальше. Правосудие, не приходя в сознание, это запоминается надолго, конечно. Конечно, спасибо. Уважаемые коллеги, мы двигаемся дальше по программе. Мне очень приятно предоставить слово нашим друзьям, коллегам из Московского государственного юридического университета, в частности, Дмитрий Евгеньевич Богданов у нас здесь присутствует. Надо сказать большое спасибо московским коллегам. Вообще-то, весной этого года, год мэра уже стартовал, так скажем, в МГЮА, была специальная секция, и Елена Евгеньевна здесь вот присутствует, выступала модератором, и, в общем-то, тон был задан еще там. После чего был еще специальный выпуск журнала, поэтому Дмитрий Евгеньевич, как никто, знает, о чем говорит. Пожалуйста, спасибо. Большое спасибо, Дмитрий Хамитович. Уважаемые коллеги, очень рад выступать на столь замечательном форуме. Хороший повод, прекрасный повод. Празднуем 200-летие разноположника русского гражданского права. Действительно, мы с Дмитрием Хамитовичем посотрудничали уже в апреле в Москве. По этому вопросу была у нас, соответственно, секция, посвященная как раз-таки 200-летие мэра в рамках Московского юридического форума, проводимого МГИЛа. И большая честь, что приглашен выступить на пленарном заседании. Недавний Дмитрий Хамитович отсидеться в тишине, отдохнуть на форуме. Очень рад, спасибо за предоставленную возможность. Уважаемые коллеги, тема моего выступления посвящена договорному праву, учитывая то, что завтра будет секция, посвященная проблемам договорного права, улице договорного права. Название, тема моего выступления звучит так, это «Эволюция доктрины договорного права от классики к постмодерну». Но тема, сами понимаете, достаточно обширная. Если вспомнить известный афоризм Космин-Продкова, нельзя объять необъятное. А если попытаться объять необъятное, всегда рискуешь на то, что вспомни другой афоризм Космин-Продкова, есть у тебя фонтан, заткни его, дай отдохнуть фонтану. То есть действительно просто можно запотребить просто уже регламента. Но учитывая то, что в названии моего доклада присутствует категория классики, сразу хочется обратиться к классикам. А прежде всего, к Иванову Александровичу Гончарову, к его замечательному роману «Обломов». Вспоминается сразу же беседа Мухаярова с Терентьевым, как они обсуждают за стаканчиком рома удачную сделку, обманули они Абому Ильичу. И там звучат такие замечательные слова, которые многих юных школьников могут даже подвигнуть на то, чтобы поступить на юридический факультет, потому что цитата звучит так. «Да, кум, пока существуют на Руси такие олухи, что подписывают бумаги, не читая, нашему брату можно жить». То есть получается, в принципе, сама по себе эта цитата уже порождает большой фронт цивилистических проблем. Это и литерализм, и консексуализм, и теории воли, и теории воли изъявления, и проблема добросовестности, договорной справедливости, информированности. И даже то условие договора, которое содержалось, ну, по сути, наемное правоотношение у Обломова с вдовушкой, там возникает вопрос, что это был? Штраф, либо termination fee, отказ, плата за отказ от договора. Одним словом, классики дают нам большую перспективу для размышлений. Ну и переходя непосредственно к теме моего выступления, что необходимо отметить, уважаемые коллеги? Необходимо сначала определиться с категориальным аппаратом. То есть тема выступления звучит так, от классики к постмодерну. Значит, есть классика, есть модерн, есть постмодерн. То есть сразу необходимо произвести дифференциацию. Что такое классика? С латыни классику, с образцовой, первоначальной, исходной. То есть это то, что мы воспринимаем в качестве совершенства. Классика – это замечательное, выдающееся произведение искусства. Классический способ мышления основан на том, что мир имеет тайну, но эта тайна должна быть раскрыта. То есть речь идет о последовательном способе мышления, когда мы освобождаем предмет исследования от покровов тайны. Вот в отличие от классического способа мышления, постклассического, она связана с тем, что изначально предмет исследования, он не может быть раскрыт, потому что он онтологически релятивен. То есть нет какой-то последовательной концептуальной схемы, позволяющей раскрыть ее сущность. Вот если мы смотрим на модерн, на период модерна, модерн – это не только искусство, это не только стиль сессион, которым мы наслаждаемся, прогуливаясь по улицам Вены, Будапешта или Праги, или те же самые модерновские постройки, которые присутствуют в замечательном городе Казань, или Санкт-Петербурге, или Москве. Модерн – это в том числе и способ мышления. Модерн рационален. Модерн направлен на результат. Человек преобразовывает мир. Модерн очень серьезен. Модерн подарил миру социализм, коммунизм, национализм, нехороший фашизм. Он создал либерализм и либертаризм, то есть очень серьезные концепции. Очень серьезные. Не приветствует юмор данной концепции. И XX век показал, что эти концепции породили большое количество крови для человечества. Постмодерн – он ироничен. Постмодерн – это деконструкция, это декомпозиция смысла. Модерн – он четко основан на категориях и определениях. Постмодерн не отрицает эти определения и категории. Он их просто раскладывает по полочкам на составные части и производит их рекомпозицию. И вот если уйти от этого философского категориального аппарата и вернуться в лоноцивилистике родной, то труды Дмитрия Ивановича Мейера, сохраненные для нас Витцином, они как раз-таки являются образцом классики для нас. Вот если позволите, я просто, скажем так, имел возможность только утром подготовиться к докладу, поэтому позволю себе выписать цитаты из учебника русского гражданского права, сохраненные для нас Витцины. Получается, договор представляет собой соглашение воли. То есть сразу видна концепция воли, классическая для договорного права. Воля контрагента составляет основание договора. Существование для договора, существенное для договора, единство именно воли. Соглашение воли проявляется в том, что одна сторона дает обещание. Сразу же возникает ассоциация с концепцией Чарльза Фрида, контракт «as promise». То есть получается договор как обещание и обязывание. Далее Мейер пишет, что, соответственно, одна сторона доберет обещание, но другая сторона принимает обещание. Сразу вспоминается концепция, получается, Рэнди Барнета, ученика Чарльза Фрида, это договор как принятое обязывание, принятое обещание, это договор как согласие. Договор, прежде дали Мейер, договор, это принятое обещание. В некоторых случаях принятое обещание не выражается явственно. То есть если взять, допустим, мнение с другой стороны океана, то получается это концепция «Rence-Based Theory», так называемая теория, основанная на доверии, либо оттуда вытекает так называемая концепция «Promessoristopel». То есть получается, что по-хорошему Мейер классик не только для нас, но и для их. Почему? Потому что, конечно, Мейер писал в рамках общей цивилистической традиции, которая существовала на данный момент в Европе, это было классическое договорное право. Когда Мейер дифференцировал как раз-таки договор от брака, он указывал, что договор это право на чужое действие, а брак это право мужа на лицо жены. Получается так, что в мужском компании мы можем согласиться с таким, скажем так, постулатом, но в присутствии милой дам категорически нет. Потому что мы понимаем, что в данной ситуации не может вести речь о праве мужа на лицо жены. Соответственно, уважаемые коллеги, вот получается, что Мейер, он получается классик. Если взять позицию Грэнта Гилмора, он выделил интересную пиротизацию договорного права, теорию договорного права. Выделяются следующие как раз-таки этапы. Это классический этап. Потом шел этап постклассический, неоклассический. Это было время легального реализма. Потом, собственно, наступил модерн. И сейчас мы начинаем вести уже речь о постмодерне, потому что помянутый Грэнт Гилмор написал самую крупную свою работу с очень образным названием «Смерть договора». То есть человек, который занимался пиротизацией договорного права, написал работу, посвященную его как раз-таки смерти. Но это было связано с тем, что данный автор, он как раз-таки видел, что все меняется, все течет, все переходит в другие формы, в другие конструкции. И получается, на его глазах происходит императивизация договора. То есть данную ситуацию он писал о том, что договорное право начинает перекрываться конструкциями, по сути, деликтного, потому что закон начинает вторгаться в сферу договора. Если посмотреть, допустим, проэкстрополировать на элементарном примере, возьмем в качестве основы законочных прав потребителя. За нарушение, допустим, договора рочной купли-продажи у нас установлена, ну, вроде бы, ответственность, которую, условно, назовем договорная, но она четко основана на императивных нормах. Закон предусматривает санкции ответственности, объем ответственности, условия ответственности и не допускает их корректировку. По сути, получается, вроде бы, речь идет о нарушении договора и последствиях, которые должны быть отнесены к договорной ответственности, но они, по сути, таковой не являются. Соответственно, если вести речь, допустим, о дальнейших попытках как-то классифицировать концепции договорного права, то в данной ситуации можно сослаться на работу Алана Шварца и Даниэла Марковица, и эта сама по себе работа уже является примером постмодерна в доктрине договорного права. Почему? Потому что изначально речь шла о том, что данные авторы находятся в противоборщичных лагерях. Для Даниэла Марковица в основе договора лежит сотрудничество, солидарность, кооперация, а для Алана Шварца это экономическая эффективность. То есть это принцип порядка эффективности, снижение издержек транзакционных, эффективная теория нарушения договора, которая указывает, что если неисполнение договора более выгодно, чем его исполнение, контрагент в праве расторонный договор. То есть получается, в данной ситуации теория эффективного нарушения договора входит в полный клинч с классическим как раз таки договорным правом. Вот указанные авторы, они как раз таки выделяют те группы концепций, которые рассматривают природу договора. Они их дифференцируют на манизм и плюрализм, на формализм и функционализм. Но формалистские концепции, они рассматривают феномен договор, договорное право с традиционных позиций. Договор это вещь сама в себе, по Гегелю, сама в себе сущность. То есть мы рассматриваем проблему договора с внутренней перспективы. Ну и формализм, конечно, ближе к принципам свободы договора, пакта сонсерванда, литерализму. А функциональный подход, он рассматривает договор с внешней перспективы. Это инструменталистский подход. Но в частности, лучше упомянута теория law and economics, теория экономической эффективности договора, она как раз таки относится к группе функциональных концепций. Применительно к манизму и плюрализму, уважаемые коллеги, получается, что манисты, они стоят на позиции, что договор основывается на одной ценности, на одном принципе. Плюралисты считают, что это невозможно. Договорное право в современности не может основываться на одной ценности, на одном принципе, например, на идее автономности. Вот, например, вышеупомянутый Чарльз Фрид, рассматривающий договор как обещание, он рассматривает договор именно как сферу автономии, то есть он манист. И Рэнди Барнетт, его ученик, тоже рассматривающий договор как согласие, он как раз таки манист. И манистой является, допустим, недавно была издана работа профессора Даггана и профессора Геллера, посвященная договору как выбору. То есть они уже признают, что договорное право – это такой феномен, в который активно вторгается патернализм, активно вторгается государство, но они просто основываются в том, что сам контрагент выбирает таковые правила игры, поэтому в сущность договора является как бы идея свободного выбора. Это получаются манистические подходы. Соответственно, плюралисты, они основываются на тех позициях, что договор не может быть объяснен как раз таки на основе, допустим, ценности одной или частной приватной автономии и закладывают совокупность ценностей в основу договорного права. Вот в этой связи можно привести в качестве примера таких европейских авторов, как Шанталь Мак, Мартин Хесселинг. Они как раз таки указывают на то, что современное договорное право все более и более плюралистично. И классическое договорное право, договорное право модерна уже не может объяснить его проблематику. В частности, допустим, Мартин Хесселинг ссылается на Common European Service Law, то есть, относительно новый акт, разрабатываемый в рамках Европейского договорного права, посвященный общим правам купли-продажи. Там первая статья посвящена свободе договора, вторая статья – добросовестности, честной деопрактики, третья статья – сотрудничество, кооперации. То есть уже видно мультифункциональность договора и плюрализм ценностей лежащих в основу. Правда, Шантель Мак, он дифференцирует как раз-таки виды плюрализма, он выделяет радикальный плюрализм, который вообще отрицает способность объяснить сущность договора и выработает какую-то универсальную концепцию от мягкого плюрализма, который, по сути, начинает основываться на разрабатываемой конституционалистами идее баланса конституционных ценностей. Вот как наш конституционный суд, по сути, выносит свои правовые позиции на основе баланса конституционных ценностей, так и сейчас происходит в рамках договорного права, когда речь идет об установлении баланса между конкурирующими началами. С одной стороны, приватность и частной автономии свободы, с другой стороны, справедливости, добросовестности, солидарности. Что сейчас еще происходит, уважаемые коллеги? Ну, можно, условно, сказать, это словами Мустафа Мяки, когда он в своей статье в Узиановой ревью исследует как раз-таки проблемы, связанные с принятием новой редакции французского ГК ордонанса 2016 года. Он пишет о том, что, по сути, как раз-таки наблюдается тенденция, образно выраженная апостолом Павлом во втором послании к Коринфянам, когда буква мертва, а только дух дарует жизнь. То есть, как раз-таки получается, что, о чем говорил Россия Иосифна Сидникова, уже мой профессор, по поводу проблемы как раз-таки авторского права Витцина, когда исходили из духа закона, из общих начал смысла ценности, сейчас он все больше и больше включается в закон регуляторов, который является порталами, который позволяет транслировать, транслировать вот этот именно дух при вынесении конкретных правовых решений. Если посмотреть, опять-таки, нашу законодательную реформу, мы видим, что у нас даже изменилось понимание добросовестности как регулятора, как мегапринципа. Статья 37 о чем говорит? О том, что у нас не только уже есть негативное понимание добросовестности, но что уже позитивно, потому что из определения ст. 37 видно, что добросовестный субъект должен что? Должен учитывать интересы другого лица, содействовать в исполнении обязанностей, раскрывать информацию. То есть есть уже даже положительное обязывание в рамках добросовестности. То есть не просто отсутствие зала добросовестности, но активное поведение. Это обязанность по сотрудничеству, обязанность по лояльности, обязанность по раскрытию информации. Поэтому сейчас и пишут о триумфе добросовестности, о триумфе этических начал права. Профессор Циммерман говорит о рематериализации договорного права, которые меняются. Если посмотреть, допустим, на ГК Бразилии, там можно увидеть, что опять-таки меняется понимание уже легального договора. С статья 421-422 ГК Бразилии говорит о том, что договор основывается на идеях этичности, социальности, справедливости и добросовестности. Это прямо включено в нормы Гражданского кодекса. И как раз-таки, я помню, и как раз-таки авторы этого кодекса указывают на то, что доктрина модерна договорного права находится в глубоком кризисе. И как раз-таки происходит что? Рекомпозиция изначальной концепции. Ведь чем интересен постмодерн? Он не отрицает все предшествующее, он аккумулирует в перевосмыслении. Если посмотреть, даже, уважаемые коллеги, завершая, на одну из последних работ, посвященных философским основам договорного права, вот эта работа коллективная поддвигаться Григорий Кваса, изданная в Oxford University Press не так давно, она является примером постмодерна, когда на страницах одной книги пишут о том, что договор – это обещание, договор – это согласие, но пишут, что договор – это сфера добросовестности, что это основная ценность – солидарность. Другой автор пишет, третий автор пишет о том, что как раз-таки для договора характерна экономическая эффективность. Поэтому получается, уважаемые коллеги, завершая свой доклад, хочу отметить, что, по сути, в рамках доктрины договорного права, сейчас у нас наблюдается именно же, по сути, постмодернизм, происходит рекомпозиция понимания договорного права, и нужно просто помнить о том, что постмодерн ироничен. Поэтому улыбайтесь чаще, будьте веселы, особенно когда кто-то очень слишком серьезно говорит умные вещи. Благодарю за внимание. Спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Действительно, замечательное выступление, по сути, в стиле модерн. Также мы двигаемся дальше по программе, и я с большим удовольствием ставлю слово другу нашего факультета, Олегу Владимировичу Зайцеву. Он в своем выступлении затрагивает вопросы образовательного права, не случайно, он уже несколько лет возглавляет, собственно говоря, отделение правоведения Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Прежде всего, конечно, огромная благодарность организаторам данного масштабного симпозиума. Всегда приятно быть в Казани, быть на Казанской земле, среди друзей. И действительно, как отмечала Роза Осиповна сейчас, глядя в зал, ты понимаешь, что ты находишься среди друзей. И то выступление, которое будет, наверное, оно будет в таком дружеском, что ли стиле обсуждения. Действительно, говоря о Дмитрии Ивановиче Меере, 200-летие со дня рождения, которого мы празднуем, наверное, нельзя не провести некоторые аналогии. Я с одной начну, а с другой я постараюсь закончить буквально за 20 лет до рождения Дмитрия Ивановича Меера, на свет появился Александр Сергеевич Пушкин, который является столпом русской литературы. И, наверное, мне бы хотелось показать, что и Дмитрий Иванович Меер в определенном смысле является основоположником той системы образования, которая есть сейчас. И некоторые выводы, я могу честно признаться, я пришел к ним уже в ходе подготовки к докладу, и они могут быть более существенны, чем та идея, которую мы обсуждали с Дмитрием Ивановичем при формулировании темы. Конечно, я буду говорить о труде Дмитрия Ивановича Меера 1855 года выпуска о значении практики в системе современного юридического образования. И здесь я не смогу не повторить те же самые цитаты, которые были в уступлении Розы Иосифовны. Наверное, это лишний раз просто подчеркнет их значимость и, наверное, обозначит те проблемы, с которыми мы все с вами сталкиваемся, имея в виду юридическое сообщество. Для нас, современников, последователей, очевидно, что именно данный труд послужил своего рода катализатором условной войны, наверное, теоретиков и практиков в сфере юридического образования. Благодаря Евгению Алексеевичу Суханову мы знаем о дискуссии, которая развернулась в конце 19-го, начале 20-го века. Профессор Новороссийского университета Казанский в своей статье именно со ссылкой на работу Дмитрия Ивановича отстаивал значимость исключительно практического направления, практического содержания юридического образования, фактически отрицая ценность лекции, утверждая, что с развитием научной и особенно учебной литературы чтение лекций как преобладающий способ преподавания становится анахронизмом. Лекции перестают быть главной основой учебной деятельности университета, и центр перемещается на практические знания со студентами. Интересно, что сейчас многие наши коллеги, обсуждая следующий шаг в научно-техническом процессе, про прогрессе, говорят примерно то же самое, что, в общем-то, наши с вами классические встречи с студентами уже себя изживают, нам необходимо переходить в формат видео-лекций, используя интернет-технологии, и позволить студентам, в общем-то, находиться необязательного аудитория в любом другом месте. В то же время Дмитрий Иванович Мейер, подчеркивая значимость практических занятий, говорит о теоретической подготовке и сравнивая, как нам кажется, две противоположные вещи, теорию-практику, делает вывод, что было в этом теоретическом знании нечто такое, чего не могли люди зрелые, немало изведавшие и приобрести в деловых практических занятиях. И значит, есть знания, которые через них не приобретаются. Действительно, и в XIX веке, тем более в XX книга была источником и остается источником знания. Но и XXI век дает нам новые источники знания. Но при этом, мне кажется, достаточно очевидно, что знание само по себе и классическое образование – это не одно и то же. Лейфович Петрожицкий в своих работах, оппонируя сторонникам исключительно практического подхода в преподавании юриспруденции, утверждает, что, во-первых, практические занятия – термин достаточно неудачный и вызывает представление, что знания практические и знания теоретические противоположны. Но это лишь поверхностная ошибочная ассоциация исключительно по созвучию слов. Дальше приводится достаточно красочный пример о том, что лекции по составлению исковых прошений в суд и о том, как говорить речи на суде, чтобы достигнуть возможно большего адвокатского успеха, не являются практическими занятиями, а дискуссии студентов под председательством профессора о теории идеи Платона, как раз это практические занятия. Таким образом, упомянутое соединение вопроса о практических занятиях и о практической подготовке по меньшей мере не свободно от некоторого недоразумения и смешения понятий. Как и сейчас, так и в обсуждаемое время слышатся требования реформы университетского образования именно в угоду возведения в основу практических знаний, практических занятий. Здесь я также процитирую Дмитрия Ивановича Мейера, который, не отрицая возможность получения образования именно с точки зрения практических занятий, с точки зрения практик, тем не менее указывает на те грехи, которые могут быть в рамках такого образования. Сверхучебного заведения школой может служить судебное место и домашняя контора стряпчиво. В последних двух случаях образование происходит без правильной системы, без установленного плана, не представляет ручательства за полноту и заключается собственно лишь в приложении к производству дел, а не в разумении начал проявляющихся в юридических определениях и законах. Этому образованию также не достает литературной стороны, составляющей отличия всякого высшего образования. В рамках этого образования не пользуется вековым опытом и лишь бессознательно опирается на кое-какие предания. И дальше Дмитрий Иванович делает вывод о том, что такое образование сходно с обычным учением ремесленников и лавочников. Таким образом, главный вывод, который мы находим в словах профессора Мейера о том, что юридическое образование отличает его системность, а право есть духовное состояние целой нации, юридическая наука предполагает успех общественного развития. Действительно, возвращаясь к современным технологиям, мы невольно задаемся все-таки вопросом, неужели они не могут быть встроены в наше современное юридическое образование. В моем представлении, конечно, наверное, на уровне получения новых знаний, на уровне получения системных знаний, такие технологии могут в лучшем случае носить дополнительный характер. Но дистанционные технологии идеальны с точки зрения повышения квалификации, то есть, когда уже сформировавшемуся профессиональному юристу требуется действительно получить новые знания, но не получая при этом имеющееся юридическое образование. анализ обсуждаемого труда Дмитрия Ивановича показывает, что мы в современной практике юридического образования многие его идеи активно воспринимаем. У нас действительно не меньше половины практических занятий, на юридических факультетах действуют юридические клиники. Наверное, главный вывод о том наследии, которое есть в современном юридическом образовании и, наверное, объяснении сложившейся двухуровневой системы мы все-таки можем найти именно в подходе о важности практических занятий в рамках юридического образования. И как раз деление образования на два уровня на бакалавриат и магистратуру дает нам возможность в бакалавриате дать студентам глубокие теоретические знания, а магистратуру как раз сделать реально практической. При этом мы с вами понимаем, что в разработке упоминавшихся здесь РПД, ФОСов, ГИА, тем ВКР, во всех этих в моем понимании бессодержательных сокращениях роль работодателя формально должна быть. И формально работодатель опять же благодаря ВГОСам должен присутствовать на занятиях в количестве каких-то процентов. Но мне кажется, что можно двигаться дальше и предлагать работодателю формировать непосредственный запрос не через формальные или наоборот неформальные очень содержательные участия в документах магистрских программ, но предложить работодателю подумать над тем, чтобы его работники, вчерашние бакалавры, еще без магистрской степени. Например, день работали у работодателя, день обучались, полноценно обучались в университете. Пять дней практики, день теоретических знаний. И с этой точки зрения, наверное, и запросы этих пресловутых работодателей, которые, может быть, даже и рублем участвовали бы в обучении своих сотрудников, наверное, позволили бы нам сформировать качество, но иное представление о магистрских программах. В определенной степени мы рассматриваем Дмитрия Ивановича Мейера как, наверное, новатора того времени с точки зрения получения юридического образования. И мы, его последователи, наверное, могли бы тоже позволить себе быть в определенном смысле новаторами. Вот я представил свое такое, может быть, достаточно краткое видение современной магистратуры, но точно так же я хотел бы сказать и про программы бакалавриата. У меня складывается такое ощущение при общении с абитуриентами, что в классической юриспруденции абитуриентов начинают привлекать юридические программы с некоторыми, может быть, изюминками. мы в своей практике этим достаточно активно пользуемся. У нас есть программы двух дипломов. Мы выдаем диплом нашей академии, диплом университета Ницц в сфере юриспруденции. мы стараемся дать студентам в другой нашей программе дать студентам и экономическое видение, и видение современных цифровых технологий. Разрабатывая некоторые программы магистратуры, мы пришли к такому выводу, здесь я наверное опять процитирую профессора Петражицкого и процитирую исключительно с положительной точки зрения, отдавая должное уважение сидящим в зале дамам, Петражицкий говорил, допущение женщин к слушанию лекции, так же конечно было бы весьма желательно. Я считаю, что прекрасно, что данный этап мы прошли, и наш зал сегодня полон прекрасных женщин. Но у нас например появилась идея двигаться дальше и предложить я не знаю насколько это правильно с точки зрения современной теории равенства мужчины и женщины, например программу посвященную программу магистратуры посвященную социально-правовому статусу женщины, статусу детей, защите материнства и детства в целом. И здесь наверное я скажу еще о том, что в моем представлении магистрские программы сформированные по отраслевому принципу несколько утрачивают свою актуальность и наверное требуют также какого-то другого осмысления. Опять же может быть несколько новаторским, но тем не менее мне хотелось бы сказать об этом достаточно представительной аудитории среди университетского сообщества, представляющего разные части нашей страны. и начать опять же мне хотелось бы со слов профессора Петражицкого о том, что государственные экзамены превратились в фикцию. Здесь мне кажется существует достаточно большая проблема, с которой мы все с вами сталкиваемся. У нас есть действительно государственные экзамены, которые по своей сути наверное не отражают качество юридического образования, которое получают наши студенты. В данном случае я не говорю о том высокое качество или низкое, речь совершенно не об этом. Выпуская студентов в профессию мы дальше университетское сообщество фактически устраняемся от того их единства, которое было, когда они были студентами. И наша профессия юридическая, как это ни странно, она достаточно разобщенная. Причем разобщенная буквально на уровне законодательного регулирования. Например, если мы с вами обратимся к закону об органах судейского сообщества, то мы увидим, что на уровне федерального законодательства есть запрет для представителей отдельных юридических профессий участвовать в формировании органов судейского сообщества. Ни для кого не секрет, что есть фактический запрет на назначение адвокатов судьями. При этом адвокаты и нотариусы постоянно выясняют, может быть, не слишком публично, но тем не менее пытаются делить полномочия. Преподаватели права у нас находятся вообще в какой-то стороне и очень немногие считают преподавателей права точно так же достойными или равными юристам практикам. Здесь мне кажется, что в определенном смысле консолидирующим могла бы стать идея единого экзамена на допуск в профессию, где мы могли бы объединить усилия и судейского корпуса, и адвокатского нотариального сообщества, возможно, каких-то представителей корпоративных юристов. Мне кажется, что такая разобщенность юридической профессии, практической юридической профессии делает наше сообщество в целом слабее, чем оно могло бы быть. И консолидирующая роль подобных мероприятий, она несомненно важна. И здесь мне хотелось бы, начав с Александра Сергеевича Пушкина, вспомнить профессора Казанского университета Михаила Юрьевича Челышева, наверное, благодаря которому мы можем воспринимать как наследие Михаила Юрьевича Челышева такие наши встречи на Казанской земле. Дмитрий Хамитович всё это знамя несёт. Спасибо. Спасибо, Олег Владимирович. Замечательное выступление. Действительно, мы занимаемся не только наукой, мы всё-таки работаем в вузах, и образовательная деятельность это значительная часть нашей жизни, и поэтому сегодня без такого доклада, без аналитики относительно существующих технологий, конечно, было бы нереально, тем более, что Дмитрий Иванович Мэйр на самом деле, как вы правильно в самом начале отметили, является основоположником современной системы преподавания, как минимум, гражданского права. Уважаемые коллеги, двигаемся дальше по программе. Я с огромным удовольствием предоставляю слово выдающемуся уральскому цивилисту Аркадию Викторовичу Майфату. Пожалуйста. Спасибо за аванс, который вы мне только что выдали. Я постараюсь не в данный момент конечно его оправдать, потому что невозможно стать выдающимся цивилистом за 15 минут. Но я буду стараться. Я хотел немножко для начала поделиться личным то, что связано с Дмитрием Ивановичем Мэйером. И собственно как я с ним познакомился, точнее с его трудами. Мы все знаем, что для того, чтобы с кем-то познакомиться, надо тоже кого-то знать. И вот здесь знакомство состоялось через прекрасных девушек, которые у нас работали в библиотеке. И мы будучи аспирантами с Павелом Владимировичем, познакомившись с ними, сначала преследовали достаточно такую прозаическую цель просто брать книги по праву. Как сказать, а это кстати этим и закончилось. Я имел ввиду, что да, к сожалению, Дамир, к сожалению, брать книги просто вне каталога. дайте пожалуйста эту книгу. А потом мне сказали, слушайте, давайте нас просто пустим туда внутрь. А у нас библиотека была в подвале, она и сейчас там есть. И чтобы вы сами посмотрели, что стоит на полках. и вот когда мы туда прошли, я помню, как-то это было вечером, видимо, когда уже начальства вообще никакого не было, я с удивлением увидел, что в нас библиотеке прямо практически на полу лежат книги очень старые. И первая книга, не сочиняя, была действительно книга Майера. Вот я сейчас не вспомню какое, что именно, какие там были произведения, но это действительно была книга Майера. И первая книга, которую я открыл и собственно листал, то действительно был Майер. И там еще стали два штампа проверенной печати, одна дореволюционная, вторая уже советского периода, по-моему, 1937 или 1936 год. Эти книги не были в каталоге, но вот я всегда говорил много раз мысленно спасибо тому человеку, который не пустил их в утиль, потому что их не было в каталоге, понимаете, то есть они на балансе получается не числились, но кто-то их все эти долгие годы, получается вот там с 17-го года, с 30-го, ну, допустим, раз с 30-го, последний раз их проверили цензурой, не ставя в каталог, их между тем сохранили. Там, кстати, был и Петражицкий, и Шершеневич, и вот я вот эти книги в библиотеке да потом уже и дома читал, именно вот в оригинале, в тех изданиях, и поэтому с удовольствием принял предложение поучаствовать в сегодняшнем Конгрессе с темой, которая очень похожа на высказывание, как вы тоже помните, одного классического персонажа из советского фильма, «Есть жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе?» и, собственно, такое же название взял для своего короткого выступления, есть у нас инвестиционные договоры или нет инвестиционных договоров. Почему я сравниваю вот с героем актеров Филиппова, потому что ну действительно, вроде бы узкая тема инвестиционные договоры, а с другой стороны у нас такой большой массив нормативных актов, где так или иначе напоминаются инвестиции, у нас такое большое количество работ написано на эту тему, что невольно возникает вопрос, действительно, ну вот относительно жизни на Марсе мы вроде бы определились и все-таки ученые говорят, что все-таки скорее ее там нет, оставляя какой-то маленький такой там может быть один-два процента того, что может быть какая-то там в элементарном виде жизнь содержится, а вот относительно инвестиционного договора тут сложнее. Я вот так для себя составил как минимум четыре подхода к инвестиционному договору. позволю себе очень коротко их обозначить. Вот ряд авторов говорит, что это новый вид гражданского правового договора, не поименованный в ГКРФ, и другие авторы говорят, что это новый тип гражданского правового договора, опять-таки не поименованный. Другие авторы говорят, что инвестиционные договоры это несколько договоров, которые являются определенным видом гражданского правового договора, и четвертый говорят о том, что это некий собирательный такой термин, который говорит о том, что могут быть разные виды договоров, которые объединены какими-то общими критериями, и вот эти критерии нужно обозначить. И в общем-то Дмитрий Иванович Майор тоже самое сказанное естественно не про инвестиции, не про договоры, но он тоже кстати писал вот в своей работе «Русское гражданское право, право обязательственное», он говорит о том, что могут быть именные и безымянные договоры, имея ввиду, что те, которые названы законодательным, и те, которые законодателем не обозначены, но между тем они существуют. Как мне представляется относительно того, все-таки есть у нас инвестиционный договор или нет? Ну, я бы, наверное, ответил на этот вопрос вопросом, как у нас, наверное, неправильно так делать, но вот если задать вопрос присутствующим, есть у нас потребительский договор? Ну, каждый подумал, сказал, ну, в общем, у нас же есть закон о защите прав потребителей, и там указано как минимум три вида гражданских правовых договоров, это купля-продажа, услуга и подряд, которые объединяются тем, что одним из субъектов является потребитель, и дальше, поскольку большинство здесь либо цивилисты, либо опрациалисты, а мы здесь в этой части очень тесно связаны, помним, что потребитель лицо, которое приобретает в потребительских целях, причем объединены они не предметом как таковым, а именно потребительской целью, потому что мы понимаем и недвижимость может приобретаться как в потребительских целях, так и не в потребительских, и наверное даже обычная ручка, которая тут лежит, в принципе тоже может быть предметом непотребительских договоров, если их покупать определенными партиями и так далее. Отсюда вывод какой? Есть потребительские договоры? Да, некая условная группа договоров, в которых реализуется, я бы говоря, так сказать, ближе к тому, о чем я говорю, да, это группа таких договоров, где реализуется потребительский интерес, и собственно он состоит в чем? В том, что в потребительских отношениях мы покупаем услугу и товар, который либо существует, либо который будет безусловно создан в каком-то коротком промежутке. Поэтому, когда мы говорим о том, что отношения потребительские, это значит, что покупая телевизор в магазине, мы понимаем, что если телевизор сломается, нам на складе найдут другой, если на складе нет, наш магазин привезет еще один, если нет, он возьмет у производителя и так далее. То есть, в потребительских отношениях мы всегда меняем деньги на товар, который есть, ну или который точно может быть приобретен. И поэтому, собственно говоря, законодатели возлагают такие серьезные, гарантии дают такие серьезные потребителю и, соответственно, понимают, что противоположность стороне производителю или поставщику, продавцу несложно их выполнить ввиду того, что этот товар, эта услуга, она всегда может быть предоставлена. в противовес, кстати говоря, как раз инвестиционным отношениям, которые, на мой взгляд, могут быть, вот эти договоры объединены в определенную группу, по каким критериям, ну тут, собственно говоря, их, наверное, тоже два. Во-первых, через посредство таких договоров инвестор реализует свой инвестиционный интерес. Интерес состоит в том, что инвестор приобретает то, чего еще нет. Есть только некое обязательство. Ну, скажу. Когда мы вступаем в отношении по долевому участию в строительстве, мы желаем приобрести либо квартиру, либо иную недвижимость, и мы приобретаем то, чего еще нет. И, соответственно, отсюда у нас и возникает инвестиционный риск. То есть риск состоит в том, что мы сегодня отдаем деньги, как правило, какое-то иное имущество за то, чего еще нет. Вот в отличие от потребителя, да, то, что я приводил всем недавно, там мы меняем услугу деньги на товар, а здесь мы меняем деньги на обещание, а предоставить нам такой товар или такой, не товар, точнее, такое имущество в будущем. И поэтому, говоря о том, можно ли говорить о наличии инвестиционного договора, я бы сказал так, как такового инвестиционного договора, на мой взгляд, в гражданском праве нет. У нас есть, например, договор приобретения акций в акционерном обществе. Можно по-разному его квалифицировать, кто-то скажет, что это купля-продажа, я думаю, что это не купля-продажа, это договор инвестиционный, да, безусловно, поскольку мы вступаем в рискованные отношения. Договор долевого участия в строительстве. Ну, мы знаем, что договор долевого участия у нас подпадает под самостоятельный, под отдельное регулирование со стороны федерального закона, но рядом с ним стоит группа договоров, которые так не именуются, но застройщики, которые строят недвижимость, собственно, предлагают нам тот же самый договор, но который именуется как-то по-другому, известным всем нам пленумом, высшего арбитражного суда, такие договоры предлагает нам по-разному квалифицировать, но в основном как куплю-продажу. И дальше он там еще приводит некоторую цепочку таких договоров. Не суть, как они называются, суть то, что здесь мы понимаем, и, собственно, и в пленуме это очень так четко обозначено, что это договоры, которые имеют рискованный характер. Здесь риск, именно риск инвестиционный, и поэтому они относятся туда же. Я бы таким же договором например отношу к договору банковского вклада. Многим кажется странным, вот там квартиры, здесь банковский вклад, риск-то тот же самый. Мы точно так же рискуем, и сегодня мы это прекрасно видим, и раньше это казалось чем-то странным, какой риск в отношении с банком. Сейчас мы видим, по-моему, 200 или 300 банков, кто у нас тут делал последний доклад по банкротству, коллега наверное вспомнит сколько банков у нас обанкротилось, да? Это такие же инвестиционные риски, как все иные. Да, гарантии, которые дают закон, они везде разные, но суть от этого не меняется. Поэтому я бы закончил свое выступление именно тем, что, на мой взгляд, еще раз повторю, как такового инвестиционного договора нет, и мы можем объединить разные виды гражданского правовых договоров в определенную условную группу, по тому реализуется в рамках этих договоров инвестиционный интерес, присущим инвестиционный риск или нет. И, соответственно, будет такая же вот группа, как потребительские, возможно, как предпринимательские договоры, да, потому что есть определенный критерий, который мы можем там найти, в предпринимательских это субъектный состав, всем понятно и известно. и, наверное, может, таким же образом можно, так сказать, сделать типизацию каких-то других договоров, объединив их в некоторую группу, для того, чтобы у нас получилась та или иная группа договоров. Вот у меня, если коротко все, спасибо всем за внимание, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Аркадий Викторович, ну, вы, конечно, сразу предупредили за краткость, но в течение 10 минут вы убедились, что он есть все-таки инвестиционный договор. Я думаю, всем нам надо только согласиться с этим. Уважаемые коллеги, я также с большим удовольствием хочу предоставить слово и предоставляю его нашему замечательному другу профессору Кузнецовой Ольге Анатольевне. Это Пермский университет. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, дорогие коллеги. Спасибо за приглашение. Всегда приятно бывать на Казанской земле, на земле, где работал Дмитрий Иванович Мэйер, но также где последние годы работал Михаил Юрьевич Челышев. Но, наверное, Челышевские чтения еще впереди. Сегодня мероприятие посвящено Гитриху Иогановичу Мэйеру, или как русские студенты называли Дмитрию Ивановичу Мэйеру. Я не буду оригинальна, я начну свой доклад с цитаты уважаемого профессора. «Всякое произведение человеческое носит на себе печать тленности, так и положительный закон. Как бы ни был он благодетелен для общества, как бы ни был способен существовать в течение веков и пережить множество других произведений человеческого духа, не может избежать общей участи человеческих дел. Что возникает во времени, тому суждено и умереть во времени». Именно поэтому Дмитрий Иванович считал, что в науке гражданского права должно быть учение об отмене законов. Но, если говорить в современной терминологии юридической, то это учение о темпоральности гражданского законодательства или о юридической силе актов гражданского законодательства. И я решила воспользоваться советом мэйра и попытаться начать разработку учения о юридической силе гражданских законов. На мой взгляд, в этом учении можно выделить условно три раздела. Это вступление в юридическую силу актов гражданского законодательства, утрата юридической силы и соотношение юридической силы и действия. Ну, вот, собственно, на проблемах кратко каждой из этих частей вот этого учения о темпоральности гражданского законодательства мне бы хотелось остановиться. Итак, начну с первого вступления в силу актов гражданского законодательства. Но, с одной стороны, здесь кажется, все понятно. На указы президента через 7 дней вступают в силу, все другие нормативно-правые акты через 10 дней после официального опубликования. Но есть еще и так называемые инициативные даты законодателя, которые по-своему определяют даты вступления в силу. Вот с ними есть ряд проблем. Вот, например, указ президента об открытом акционерном обществе Рособоронэкспорт вступает в силу со дня вступления в силу двух федеральных законов. Федеральный закон о государственной корпорации Ростехнологии и федеральный закон о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации. При этом эти два закона в разное время вступили в силу, в разные даты. То есть до сих пор непонятно, в какую же дату вступил в юридическую силу указ президента об открытом акционерном обществе Рособоронэкспорт. Источники официального опубликования, ну, надо признать, что до сих пор их очень много, слишком много. И парламентская газета, российская газета, собрание законодательства Российской Федерации и сейчас еще и официальный интернет-портал правовой информации правогов.ру. Ну, здесь два основных момента. Во-первых, в иных источниках нельзя публиковать, чтобы они считались источниками официального публикования. Хотя это очень часто нарушают органы федеральные, федеральные органы исполнительной власти. Ну, вот, в частности, приказ Минэкономразвития о методических рекомендациях по применению методов определения цены контракта был опубликован в журнале руководителей главного бухгалтера ДжКХ. При этом этот приказ, ну, очень активно применялся, использовался в правоприменительной практике, хотя ни в одном официальном источнике опубликования его, ну, он не был опубликован. Ну, и до сих пор, к сожалению, сохраняется проблема конкуренции разных источников опубликования нормативно-правых актов. Вот, в частности, старый спор между российской газетой и собранием законодательства Российской Федерации, который разрешал даже Конституционный суд РФ. В собрании законодательства закон был опубликован в более раннюю дату, в российской газете через три дня был опубликован. Но Конституционный суд определил таким образом, что подписание в печать собрания законодательства Российской Федерации не означает дату официального опубликования, потому что он еще не вышел, в общем-то, в массы, никто не успел прочитать. А вот Российская газета подписывается, и на следующее утро вся страна может прочитать этот нормативно-правый акт, видимо, и читает, решил Конституционный суд, и поэтому определил, что в конкуренции между собранием законодательства Российской газеты побеждает Российская газета. При этом через шесть лет Конституционный суд свою позицию изменил и считал, что дата подписания в печать собрания законодательства Российской Федерации абсолютно нормальная дата официального опубликования. Конечно, размещение текста на официальном интернет-портале правовой информации снимет большинство таких вопросов, ну и, наверное, в принципе, на будущее, в том числе из-за экологических каких-то соображений, нужно вот от бумажных источников постепенно, от бумажных источников официального опубликования постепенно избавляться. Но хотелось бы также отметить, что, несмотря на то, что все нормативно-правые акты ведомственные федеральных органов исполнительной власти должны проходить обязательную регистрацию в Минюсте, до сих пор это правило массово нарушается, множество ведомственных нормативных актов не проходят регистрацию в Минюсте, либо вообще не публикуются, либо публикуются в том порядке, который определяется самими государственными органами, их издавшими. Таких вот актов достаточно много, но вот в частности приказ Росрыболовства о маркировании икры осетровых рыб, предназначенной на экспорт, то есть и не прошел регистрацию в Минюсте, и нигде не был опубликован, но, возможно, это магия такая черной икры, он, в общем-то, повсеместно применялся, и суды нисколько не смущаются вот того факта, что не было официального опубликования и не было регистрации в Министерстве юстиции. Я попыталась систематизировать правовые последствия вступления акта гражданского законодательства в юридическую силу, и мне кажется, что ими является, во-первых, возможность действия одновременно на всей территории РФ, возможность использовать данный акт в качестве регулирования гражданских отношений, возможность ссылаться на указанный акт при разрешении споров, возможность признать его неконституционным или оспаривать его по правилам Кодекса административного судопроизводства и признавать его недействующим, а также вступление акта в силу влечет возможность установления его обратного действия в порядке и в случаях, предусмотренных самим законом. Следующий раздел учения о темпоральности гражданского законодательства – это утрата акта, утрата юридической силы, акта гражданского законодательства. Мэйр указывал, что есть пять оснований отмены закона, как он писал, истечение срока действия, уничтожение предмета, которого закон касается, принятие нового закона, выход закона из употребления и исчезновение основания закона. Несмотря на то, что вот этим основанием, ну, мягко говоря, более 150 лет, они повторяются в современной юридической литературе, как в теории права, так и в отраслевой литературе, и до сих пор во всех доктринальных источниках указывают следующее основание прекращения утраты силы актом. Это прекращение действия акта, истечение срока, прямая отмена другим актам и фактическая отмена нормативного акта. Но если проанализировать вот эти основания, они абсолютно не соответствуют современным реалиям и действующему законодательству. Ну, разве что кроме истечения срока. Безусловно, да, истечение срока нормативный акт утрачивает силу. Но если мы посмотрим на другие основания, например, момент прекращения действия акта. Вот это основание как основание для утраты юридической силы вообще не имеет смысла, потому что акт может утратить юридическую силу, но обладать ультраактивным действием, то есть продолжать распространяться на права и обязанности, которые возникли до утраты силы, но осуществляются после утраты силы актом, то есть вот это основание не является основанием для утраты актом юридической силы. Прямая отмена. Вот очень часто говорят, что прекращается юридическая сила при прямой отмене. Но вот с этим термином нужно быть очень осторожными, потому что отменять нормативно правые... Госдума не отменяет никогда нормативно правые акты, никакие законы с собой принятые. Отменяет только, может, президент может отменить акты правительства, и правительство может отменить акты ниже стоящих федеральных органов исполнительной власти. Очень часто пишут в литературе, что якобы суд может отменить нормативно правые акты. Нет такого процессуального института, отмены нормативно-правовых актов в процессуальном законодательстве не существует. То есть вот это необходимо учитывать. Принятие нового нормативного акта автоматически не означает, что предыдущий акт по этой же теме утратил юридическую силу. Возникает соответствующая темпоральная правовая коллизия. Мэйр по этому поводу тоже писал, может возникнуть сомнение, действительно ли новый закон определяет тот же юридический случай, что и прежний. Действительно ли совместное существование прежнего закона с новым невозможно. В идеале, конечно, законодатель должен прямо указать, принимая новый акт, что предыдущий утрачивает юридическую силу. Если это не происходит, то у нас ситуация, когда в юридической силе находятся два акта. А как разрешаются между ними коллизии? Ну, при помощи коллизионных известных правил, иерархических, темпоральных и других. И при этом вот не упоминаются в литературе практически такие реально существующие основания для утраты актами гражданского законодательства и юридической силы, как? Ну вот самое распространенное признание акта, утратившим силу тем органам, которые этот акт принял, признание акта неконституционным, хотя в федеральном конституционном законе о конституционном суде прямо указано, что акты, признанные неконституционными, утрачивают силу, признание судом нормативно-правового акта недействующим, признание недействующим на территории Российской Федерации нормативно-правых актов СССР, РСФСР и правотворческих органов Российской Федерации, которые прекратили свое существование. И также я попыталась систематизировать правовые последствия утраты юридической силы. Во-первых, прекращение действия акта за исключением его ультраактивного действия. Во-вторых, невозможность признания судом акта недействующим, за исключением случая сохранения возможности применения акта к правоотношениям. И невозможность признания акта неконституционным, за исключением случаев, когда он продолжает применяться к правоотношениям, возникшим в период его действия. И третий раздел, условно третий раздел учения о темпоральности гражданского законодательства, это соотношение юридической силы и действия актов гражданского законодательства. Ну, я неоднократно обращала внимание на этот момент. Юридическая сила и действия актов, это два разных института, это совершенно два разных феномена. В процессуальном законодательстве сохраняется открытым вопрос о юридической силе недействующего акта. То есть у нас по кодексу административного судопроизводства суд может признать нормативно-правовой акт, в том числе акт гражданского законодательства, недействующим. Но что с ним происходит дальше? Дальше стоит точка. То есть можем ли мы считать такой акт, что он утратил юридическую силу? Попытался этот вопрос разрешить Конституционный суд, который указал, что нет, суд не может подменять нормотворца, и признать утратившим силу может только орган, который этот акт принял. Но это решение Конституционному суду далось непросто. Было три особых мнения судей Конституционного суда, которые высказались против вот этой позиции. И в целом я поддерживаю как раз вот несогласившихся судей Конституционного суда с основной правовой позицией, поскольку на сегодняшний день у нас огромное количество нормативных актов и частей нормативных актов, которые признаны судом общей юрисдикции, недействующими, но при этом они не утратили юридическую силу. То есть они еще не умерли, но признать их, в общем-то, живыми тоже трудно. То есть они находятся в неком промежуточном состоянии. При этом, если Конституционный суд признает неконституционным нормативно-правовой акт, то он автоматически утрачивает юридическую силу, потому что об этом есть прямая норма. В арбитражно-процессуальном кодексе суд по интеллектуальным правам может также признавать акты недействующими. Там несколько иное правило указано, что орган, который этот акт принял, должен внести изменения в этот акт, ну или решить, в общем-то, его дальнейшую судьбу, может быть, признать утратившим силу такой акт и так далее. Но в чем проблема? Санкций никакой нет. А что делать, если орган не вносит изменения, правотворец, нормотворец, создатель, автор этого акта, если он не признает его утратившим силу? То есть возникает точно такая же ситуация, как и в случае с решениями судов общей юрисдикции. Но я поняла, потому, как Дамир Хамиш взял строго микрофон, что мое время истекает. Безусловно, эти вопросы кто может снять? Может снять, конечно, законодатель. Мы с 1997 года очень ждем принятия федерального закона о нормативных правовых актов Российской Федерации, который до сих пор не принят. Вот два проекта этого закона, которые существуют, они, конечно, уже очень сильно устарели. Ну и, конечно, хотелось бы задать этот вопрос Павлу Владимировичу Крашенинникову. Ну, поскольку вот обычно, да, он присутствует на докладах, как там сказали, супер-мега-гипер-спикеров, не удается вот этот вопрос ему задать. Но я думаю, что у меня будет еще такая возможность. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Дисертация, собственно говоря, была этому посвящена. Дмитрий Борисович, пожалуйста. Коллеги, очень приятно вас всех видеть, вот в таком особенном виде, когда все вы лицом. Но я должен признаться, сразу скажу, Дамир Хамитович, перед тем, как, собственно говоря, попросил меня выступить, он сразу проговорил мне в телефонном разговоре, и говорит, имей в виду, что будет очень много цивилистов. Да, то есть несколько рядов будет цивилистов, и имей в виду, что им тоже должно быть интересно. Поэтому вот задача была такая, сделать мой доклад интересным и для цивилистов, и для процессуалистов. Это с одной стороны. А с другой стороны, буквально вчера он мне снова позвонил и говорит, пожалуйста, говорит, вот ориентируйся в своем выступлении на даму, которая недавно выступала в Лиге нации, в Совете Европы, там по поводу экологии молодая девушка выступила, говорит, пожалуйста, выступи не менее эмоционально. Но я, к сожалению, не успел посмотреть, как это было, поэтому повторить, наверное, я не смогу, то, что девушка это сделала. Постараюсь быть все-таки поспокойнее, наверное. Наверное. Значит, на самом деле, да, о чем я хотел сказать. Действительно, есть ряд проблем, которые находятся на стыке материального права и процесса. И вот я вернулся, буквально дней 10 назад была конференция в Саратове, и я своих саратовских коллег-процессуалистов убеждал, что, ну, в частности, в отказе от иска нет никакой материально-правой составляющей. Я ему об этом рассказывал, наверное, не знаю, минут 20, наверное, потом мы еще спорили минут 10. Вот, я, по-моему, их даже убедил в этом. Вот, и сейчас у меня, получается, прямо противоположная задача. Мне нужно найти такие институты, которые бы иллюстрировали вот это вот сопряжение материальной материи с процессом, да, и чтобы это было, ну, так, для всех достаточно очевидно, в том числе и для практиков, ну, и, наверное, даже, может быть, для студентов, которых здесь нет, но которые наверняка слушают нас в ВК и в прочих, так сказать, гаджетах. Вот, о чем я хотел вспомнить, вернее, даже не вспомнить, а повод к этому дал, как ни странно, коллега из Самары, вот, он уже здесь выступал, профессор Юдин. Он мне тоже позвонил и сказал, ты обрати внимание, вот у Дитриха Иогановича есть этот самый, такой посыл к твоему выступлению, который касается признаний, судебных признаний. Вот, у нас на самом деле много кто этим занимался, и у нас и в настоящее время занимается, вот, целый ряд исследователей сидит, прямо могу показать рукой, кто этим занимается. Вот, чтобы это на стыке материального права и процесса было, по-моему, здесь немного таких исследований. А между тем, смотрите, ведь у нас само по себе вот этот подход к тому, что такое судебное признание, он так традиционный, еще, наверное, со времен, ну, я не знаю, там, германской процессуальной доктрины, которая с 19 века идет, и которую мы благодаря Юлию знаем, низкий поклон Юлию Юдомиру Хамитовичу за то, что переиздали Васьковского, кланяюсь прямо в ноги, вот, благодаря Васьковскому мы узнали, что с 19 века, оказывается, там дискуссия идет о чем? Какова природа этого признания? То есть оно нанесет в себе только лишь доказательственное значение, или же там может быть и некое распорядительное действие? А если это действие распорядительное, если мы это допускаем, в принципе, то тогда вот можно выставить этот мостик с материальным правом. Ну, я дальше размышляю, конечно, если вы будете читать современные, не современные, а советские работы, которые касались признания, там Пучинского, Семенова и иных исследователей, в большинстве, конечно, случаев у нас исследователи приходили к выводу о том, что это, в сути, только лишь средство доказывания. Но 1 октября на носу, а что будет 1 октября? А 1 октября мы с вами вступаем в новую, так сказать, профессионально-представительскую эру, да? Мы уже вступали в нее в 2002 году, да, когда 59-я была принята АПК, но теперь, так сказать, нельзя дважды войти в одну реку, да, но можно дважды вступить в одну и ту же эру профессионального судебного представительства. Вот с 1 октября у нас появляется это самое профессиональное судебное представительство в арбитражном процессе. И я себе оставлю вопрос, а на самом деле, может быть, как-то развернуть немножко вот этот угол зрения на судебное признание и позволить все-таки нам, ну не нам, вернее, тем, кто практикует в процессах, тем, кто является профессионалами. Вот Аркадий Викторович, это реальный профессионал, хотя вот он вроде бы и от науки выступал, но это человек, который просто несет на себе вот эти все тяготы профессиональной адвокатской жизни. Вот может быть позволить этим людям распоряжаться, этим материальным правом через судебное признание, так, чтобы это имело материально-правой эффект? Ну и вы, соответственно, сразу можете меня спросить, ну это же какие-то общие слова, давай я нам какую-то конкретику, пример, да, чтобы нам было понятно, потому что мы же, прежде всего, цивилисты, да, нам нужно почувствовать это вот на каких-то деталях. Ну, давайте я несколько примеров попробовал для себя сформулировать и попробую донести до вас их. Смотрите, например, есть идет, как обычный какой-то спор, не знаю, по какой-нибудь купли-продаже. По купли-продаже идет спор, и, соответственно, ответчик представляет в доказательство оплаты по этой самой сделке, по договору купли-продажи, какое-то платежное поручение, и в этом платежном поручении указано, что это оплата за какое-то обязательство, которое возникло из договора аренды. Ответчик представил это доказательство, истец как-то сразу с ним не согласился, и тем более суд видит, что еще и параллельно существует какое-то арендное правоотношение, и вдруг истец говорит, а я согласен, я признаю, что вот это платежное поручение, в котором назначением платежа указан другой договор, является оплатой по моему договору купли-продажи. Может быть такое. Не часто такое, но, в принципе, я такое допускаю. Может быть практики меня поправят, а может быть согласятся со мной, что такое иногда бывает. Мы видим, как на глазах что-то такое произошло необычное. Что здесь необычного? Судья, если это будет оценивать с точки зрения классических подходов о средствах доказывания, что он должен сказать? Товарищи стороны, что-то я вам не верю. Есть договор аренды, есть платежка по этому договору аренды. Что вы здесь пытаетесь меня запутать, и указываете, что якобы был исполнен договор купли-продажи? Скорее всего, судья скажет в картине мира, если она основана на признании как средстве доказывания. Но если это распределительное действие, и если стороны хозяева материального правоотношения, почему мы должны игнорировать их волю, и не допускать вот такую, но я использую слово переквалификацию, может быть она некорректная, но по сути это переквалификация произведенного исполнения. Да, изначально, может быть, этот платеж погасил обязательства по аренде, но потом стороны своим обоюдным волеизъявлением произвели переквалификацию. Должен ли суд ее игнорировать? Вот если такая переквалификация не затрагивает какой-то публичный интерес, не затрагивает прав и законных интересов каких-то третьих лиц, не знает, там никаким образом не касается этого несчастного, и вернее уже замученного банкротства, да, ну в чем проблема? Я проблемы никакой не вижу. На мой взгляд, если исходить из этой волевой теории, совершенно спокойно можно квалифицировать вот такое признание, как имеющее материально-правовое значение, соответственно суд, для суда оно по общему правилу обязательно, и тогда суд должен сказать, да, тогда мы сходим с того, что обязательство исполнено. Что двигало ответчиков, что двигало ИСУ, это вопрос другой на самом деле. То есть можно поставить, конечно, вопрос, почему они так себя ведут странно довольно, да, но может быть на самом деле ИСУ выгоднее, чтобы была исполнена купли-продажа, потому что если он арендодатель в договоре аренды, он знает прекрасно, что завтра он придет, перекроет там вентиль, да, канализацию перекроет своему арендатору, попробуй без канализации, расплатится все равно. А вот покупли-продажи, не факт, что расплатится. Может это и двигать таким, такой интерес у него быть? Может быть, вполне может быть. Поэтому, на мой взгляд, вот это один из примеров, который иллюстрирует. Теперь дальше я размышляю. Вот у нас есть в признаниях, такое интересное его ответвление, такое, не знаю, под институт, наверное, квалифицированное признание. То есть квалифицированное признание предполагает, что сторона, признающая некий факт, делает определенную оговорку. И эти оговорки могут быть самые разные. То есть таких оговорок, я не знаю, там порядка десятка можно выделить, если там их как-то классифицировать. Ну вот, предположим, оговорка касается объекта. Объекта, ну, какого-то конкретного правоотношения. Опять возьмем какой-то конкретный пример, чтобы было понятно. Значит, идет спор о взыскании опять какой-то денежной суммы из купли-продажи. Вот. А ответчик говорит, я, значит, вот по этому обязательству направил ИСУ уведомление о зачете и считаю, что обязательство прекратилось. Но здесь возникает нюансик. Какой нюансик? Дело в том, что вот это обязательство встречное, о котором говорит ответчик, там предметом платежа являются не деньги, российские наши любимые рубли, а, ну, иностранные, предположим, валюта какая-то, доллары. Или если это к студентам обращаться, если бы они здесь сидели, я бы им сказал, конечно, биткоины. То есть валюта платежа не совпадает. Цивилисты здесь сидящие, сразу они говорят, да какой здесь может быть зачет, если валюта платежа не совпадает. Нет никакого здесь зачета, говорят цивилисты. Я с ними согласен. Но теперь дальше ситуацию раскручиваем. Предположим, что ИСУ говорит, а я признаю вот это уведомление о зачете как исполнение, вот это так называемый суррогат исполнения. Я считаю, что действительно обязательство было исполнено на основании этого уведомления о зачете. Опять же, если мы находимся в картине мира, которая описывает признание как средство доказывания, что нужно сказать? Так, вы там, чтобы не признавали, я это на самом деле буду игнорировать, потому что есть некоторые представления о том, что такое зачет. Аркадий Викторович подсказывает 410-я статья. Это невозможно, должен сказать судья. Обязательство сохранилось в том виде, как оно было. Ваше уведомление о зачете является ничтожной сделкой, должен сказать суд, если он стоит вот на этом базовом начале, которое предполагает, что признание – средство доказывания. Ну а если признание – это волевой акт, тогда что мы наблюдаем? Да, конечно, зачета вроде бы традиционного не состоялось. Но тем не менее, сторона, которая признала, вот истец, который признал, что да, для него выгодно по каким-то основаниям прекращения этих встречных неоднородных обязательств. Но почему не допустить это? Почему не придать этому судебному признанию через волевое это значение, да, еще и характер материально-правового факта? Тогда, конечно, другие будут в вопрос вставать, да, ну как квалифицировать само уведомление о зачете? Ну, видимо, тогда как аферту, да, то есть это было по сути предложение прекратить эти обязательства. Как квалифицировать это признание, которое потом состоялось? Видимо, как акцепт. Хотя, опять же, сейчас цивилисты меня будут поправлять, да, как акцепт должен быть адресован кому? Аференту, да, наверное. А тут он адресован в суду, признание судебное адресовано в суду. Но это, по-моему, юридико-технический момент, который тоже можно тем или иным образом разрешить, исходя из того, что все-таки, ну, хотя суду оно и адресовано, тем не менее, конечно же, сторона в деле присутствует, в заседании, собственно говоря, никто ее права этого не лишал. Она имеет возможность, собственно говоря, ну, не только услышать, да, но и каким-то образом отреагировать, да, на это самое признание. Поэтому, на мой взгляд, то, что вот здесь это самое квази-акцепт, он адресован, не квази-аференту, по-моему, все-таки это, ну, не самый критичный момент. Ну, и еще один пример, уже последний, я чувствую, перебираю по времени. Последний момент, пример, который хотел бы привести пример, тоже связанный с материальным правом. Вот в прошлом году я выступал, в другом правоздании это было, вот, и там тоже Дамир Хамидович спросил что-нибудь такое, связанное с материальным правом. Я начал говорить о конвалидации сделки, конвалидации, которая, опять же, происходит на основании судебного признания. И там пример, который я привел, ну, он такой достаточно показался вроде бы очевидный, когда, ну, не знаю, там, возьмем договор, который требует нотариального удостоверения, он не был нотариально удостоверен, стороны начинают спорить, и вот, значит, одна из сторон признает факт заключения договора. А теперь я усложняю эту фабулу. Усложняю фабулу, чтобы выйти на какой-то новый виток для размышлений, может быть, вы меня здесь поправите, если я не прав. То есть идет спор, спор по какому-то обычному договору купли-продажи. А ответчик, опять же, заявляет о зачете по обязательству, возникшему из договора, который как раз не был в нотариальном порядке удостоверен, хотя это требуется в силу прямого указания закона. И опять вопрос возникает. Вот, в общем и целом, ну, ответчик не может этим инструментом воспользоваться, потому что у него не возникло право требования. Право требования у него возникло бы, если бы это был, а, действительный договор, если бы, там, срок исполнения обязательства наступил, да, вот тогда бы мы говорили о том, что ты можешь произвести этот самый зачет. Но, предположим, опять ситуацию докрутим, а истец говорит, да, а я признаю факт это самое прекращение обязательств. То есть ситуация еще более сложная у нас получилась, да. Вот в этой ситуации можем ли мы вот это признание, которое совершил истец, интерпретировать таким образом, что оно еще и повлекло излечение вот той недействительной сделки, на которой было основано уведомление о зачете ответчика. Для меня это сложный вопрос, но, опять же, я его перед вами ставлю. На мой взгляд, здесь есть, по крайней мере, поводы для того, чтобы пообсуждать это. Конечно, цивилизм скажет, должен быть отдельный иск, да, иск о конвалидации. Прямо в ГК это написано, да, что вы здесь, собственно говоря, строите такие конструкции. А с другой стороны, ведь судебное дело уже возбуждено, возбуждено, есть полноценная судебная процедура, которая позволяет проверить эти самые факты, которые необходимы для того, чтобы конвалидировать сделку. Есть эта процедура. В предмет доказывания это входит? Конечно, входит. Если ответчик об этом заявил, предмет доказывания, безусловно, определенным образом скорректировался, и суд должен эти обстоятельства исследовать. Был ли заключен этот договор, было или не было нотариального удостоверения, частично или полностью исполнен или нет, тот, кто заявлял о зачете, все эти факты он может совершенно спокойно установить. И вот, на мой взгляд, конечно, и в этой даже ситуации, в такой более сложной, как минимум можно ставить вопрос о том, имеет ли судебное признание вот это самое конвалидирующее, по сути, материально-правовое значение. Хотя, конечно, я понимаю, что я захожу на такую территорию очень опасную для процессуалистов, потому что цивилисты сразу будут говорить, ну, подождите, там, тут же куча вопросов возникает. Когда, например, заключен тот договор, вот вы его якобы исцелили, не через судебное решение полноценное, где в результативной части прямо написано, что мы его исцеляем, а через вот такое вот судебное решение, которое вроде как этого правоотношения не касается. Когда этот договор заключен? Действительно вопрос сложный возникает, в какой момент он заключен. Или, скажем, каково содержание этого договора? Ведь нигде он не описан, этот договор, да, получается. Если бы это был классический преддоговорной спор, там мы открываем АПК, и видим, у нас там в АПК написано, что в судебном решении необходимо, чтобы были зафиксированы условия заключаемого договора. Здесь же, получается, такого нет. То есть это вопросы такие, ну они больше инструментальные, на мой взгляд. То есть принципиально, как я полагаю, все-таки можно такие вопросы ставить и потихоньку двигаться к тому, чтобы, по крайней мере, часть процессуальных конститутов, она влекла за собой и вот эти последствия, которые описываются через гражданское право. Дмитрий Борисович, я вам вложился. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Борисович. Очень приятно слушать доклады процессуалистов, которые так глубоко погружаются в цивилистику. У нас были обратные ситуации, там с Михаил Юрьевичем как-то решили привлечь цивилистов, наоборот, вопросы исследований исполнительного производства, и там замечательная книжка получилась по цивилистическим основам исполнительного производства в статуте, изданная. Дмитрий Борисович, большое спасибо. Двигаемся дальше по программе. И я также с большим удовольствием предоставляю слово Светлане Константиновне Загайновой. Светлана Константиновна много лет уже возглавляет Центр медиации Уральской государственной юридической академии университета и является признанным специалистом в области медиации и примирения в стране. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, Дмитрий Хамитович. Еще раз большое спасибо за организацию и проведение интереснейшего симпозиума. Единственное пожелание, я понимаю, сколько это требует усилий, но по возможности, чтобы дальше это благое дело продолжалось. И, конечно, хочется сказать огромные слова благодарности нашему издательству, статут, с которым долгое время уже сотрудничаем, за то, что мы имеем возможность ежегодно знакомиться с теми работами наших отцов-основателей и науки гражданского права, и науки гражданского процессуального права. Спасибо за то, что вот сохраняется эта преемственность, и дай нам Бог дальше это все, это дело благое продолжать. Я понимаю, что, наверное, уже все устали, очень много информации, очень много интересных докладов, есть о чем поразмышлять. Я буквально несколько слов хотела бы остановиться на проблематике реформы примирительных процедур в цивилистическом процессе. Я думаю, что все в этой аудитории прекрасно знают о том, что мы не только стоим на пороге так называемой процессуальной революции, которой изменения в процессуальное законодательство вступят с 1 октября этого года, но и буквально через 25 дней вступят в действие 197-198 закон, которые приняты в июле, 27 июля этого года, которые касаются дальнейшего реформирования институтов примирения в гражданском арбитражном процессе и в административном судопроизводстве. Я не буду много говорить здесь о каких-то теоретических вопросах, я лишь несколько слов хотела остановиться, во-первых, на понимании того, почему и зачем эти шаги сегодня предпринимаются. Я полагаю, что в этой аудитории все хорошо знакомы с той ситуацией, которая есть сегодня в нашем судейском сообществе, в ситуации, которая складывается с чрезмерной судебной нагрузкой. По данным Высшей школы экономики, она проводила специальное исследование по заданию судебного департамента при Верховном суде. Вы знаете, что сейчас активно обсуждается вопрос о разработке норм судебной нагрузки на судей и о том, чтобы вообще выработать эти нормы нагрузки, привести какие-то единые данные. Так вот, более 60% судейского сообщества в Российской Федерации работают на уровне, который превышает в два раза допустимые нормы судебной нагрузки. Более 60%, около 7% работают на уровне, превышающем в пять раз допустимые нормы нагрузки. И сегодня мы слышали, да, например, я приведу буквально один пример. Судья арбитражного суда Московского округа, там даже чуть больше, наверное, просто есть эти данные статистические, ежемесячно нагрузка 228 дел. Если мы с вами поделим, ну, даже на 22 рабочих дня, то посмотрите, какая колоссальная идет, действительно, работа проводится сегодня нашими судьями. И, безусловно, вот так сохранять вот такое состояние дел, все прекрасно понимают, что это ни к чему хорошему не приведет. И в любом государстве существует несколько путей оптимизации судебной нагрузки. Во-первых, это разработка судебных процедур, упрощенных, которые приводят к оптимизации развернутой судебной процедуры. Раз, перевод, так скажем, расширение круга обязательного досудебного урегулирования, введение обязательных претензионного порядка по ряду категорий дел. Ну и, в-третьих, в настоящее время одним из способов оптимизации судебной нагрузки это является разработка так называемых альтернативных способов урегулирования спора, примирительных способов разрешения спора. Ну, еще в начале 70-х годов прошлого столетия известный итальянский процессуалист, ученый Мауро Капеллетти рассказал и предложил вот это широкое понимание права на доступ к судебным процедурам и права на доступ к суду, которые включают в себя, помимо непосредственного судебного рассмотрения и разрешения дел, и права на урегулирование правовых споров в рамках внесудебных, в том числе, примирительных процедур. И на сегодняшний день, на мой взгляд, вот та судебная политика, которая проводится Верховным судом в плане развития примирительных процедур, это оправданный шаг. Но мы с вами, как специалисты, должны понимать, что есть меры краткосрочного реагирования и есть меры долгосрочного реагирования. Так вот, на мой взгляд, принятие вот этих законов, все, что касается 451-го в плане унификации процессуальных норм по примирительным процедурам мировому соглашению, и 197-го закона, который расширяет перечень и сферу применения примирительных процедур, вводит новые процессуальные институты, так вот, на мой взгляд, это меры долгосрочного реагирования. И ожидать о том, что с момента принятия закона у нас на следующий день заработают судебные примирители, или у нас стороны начнут использовать процедуру переговоров, или сверху расчета в плане примирения, или обращаться быстренько к медиаторам, которые являются судьи в отставке, конечно, вот таких скорых результатов от этого закона мы не получим. К этому надо относиться с пониманием, потому что запуск подобных процессов, как показывает европейская практика, это требует не одно десятилетие. Но если это не делать сейчас, то лет через 10-15 мы с вами можем получить просто судебный коллапс, когда наша судебная система не будет справляться с той лавиной дел, которая может гипотетически возникнуть. Потому что вы знаете, за последние два года ежегодный прирост количества рассматриваемых дел составляет 2 с лишним миллиона. Поэтому если в целом оценивать судебную политику в плане оптимизации судебной нагрузки, на мой взгляд, это правильный шаг. Но еще раз говорю, это шаг, который направлен на долгосрочную перспективу. Почему на долгосрочную? Потому что, во-первых, это требует особого понимания среди юридического сообщества. Дело в том, что мы все с вами в рамках, так скажем, нашей студенческой скамьи обучены тому, как защищать права, свободы и законные интересы в рамках юрисдикционных процедур. И, к сожалению, когда мы учились, не было еще возможности обучаться и получать культуру внесудебного урегулирования споров, основанную не на правоприменении, а совершенно на другой модели урегулирования и разрешения правовых споров, а именно модели согласования интересов, которая строится совершенно по другим правилам, которая осуществляется совершенно в другой модели и требует иного понимания у практикующих юристов к тому, каковы ее преимущества, какие ее ограничения и когда, например, с учетом характера взаимодействия спорящих сторон примирительная процедура не может быть эффективна. Для того, чтобы работать в этой модели, юристы, на мой взгляд, должны получать знания в области управления и выстраивания эффективной коммуникации, в области управления конфликтным взаимодействием, в области организации и проведения переговорным процессом, в области понимания сути самой и юридических последствий тех договоренностей, которые стороны достигают в рамках переговоров, медиации и других форм примирения. Поэтому, коллеги, конечно, в первую очередь нам необходимо понимание того, какое место могут занять примирительные процедуры, где они могут эффективно работать, а где не стоит тратить время для того, чтобы к ним обращаться. Потому что сегодня, когда мы работаем в рамках со студентами и с практикующими юристами, мы проводим следующую аналогию. Мы говорим, разрешение спора в суде – это как изготовление мебели на фабрике мебельной, когда есть одна форма, и вот у нас, пожалуйста, мы получаем серийный товар. Урегулирование спора в рамках медиации переговоров – это изготовление мебели под заказ, под конкретного заказчика, под конкретные размеры, где учитываются все нюансы и все особенности того или иного спора тех или иных лиц. Поэтому формирование этой культуры, формирование понимания того, что дает примирительные процедуры, оно требует у юридического сообщества формирования нового мышления. В первую очередь необходимо здесь изменить наше сознание о том, что не только в судебном порядке мы можем добиться результата, который будет выгоден для наших клиентов, но и в рамках примирительных процедур здесь мы можем добиться еще более лучшего результата, который будет соответствовать интересам. Поэтому, коллеги, действительно вот за, так скажем, работа в рамках примирительных процедур требует формирования юристов нового поколения, которые наряду с правопримирительными технологиями, с правоприменением будут работать и в этих технологиях, четко понимая, когда и они будут эффективно применяться. Теперь, какие, на мой взгляд, могут возникнуть сложности с действием вот этих новых законоположений. Первая, на мой взгляд, сложность, что примирительные процедуры, они требуют личного контакта между лицом, который разъясняет об их преимуществах, о том, что это такое, будь это судебный примиритель, будь это медиатор и так далее, и теми лицами, которые находятся в состоянии правового спора. Но по статистике на сегодняшний день, я изучала статистику арбитражных судов, в районе средней по России 60% всех дел рассматривается в так называемых неявочных процедурах упрощенных, это приказное и упрощенное производство. С 1 октября ценовая планка в отношении упрощенного производства в арбитражном процессе поднимается с 400 до 800 тысяч, и приказное производство тоже цена увеличивается. Таким образом, по прогнозам, около 80% всех рассматриваемых дел может рассматриваться, будут рассматриваться в рамках упрощенных процедур. Это упрощенное производство и приказное производство. Остается лишь 20%, где будет вот такая возможность введения диалога и рассказывать об этих примирительных процедурах. Поэтому, с одной стороны, мы расширили потенциал, а с другой стороны, возможность применения, на мой взгляд, она недостаточно широка. Следующая особенность. Плюс большой то, что предусмотрены меры экономического стимулирования о необходимости введения которых мы давно говорили. Если стороны примирились в суде первой инстанции, до 70% будет возврат государственной пошлины. Это неплохо, это очень хорошо. И также возврат и в апелляции, и в касации будет предусмотрен, коллеги. Но другая сторона. Очень большой, так скажем, сейчас потенциал или шаг в развитии примирительных процедур Верховный суд видит за введением института судебных примирителей и том, чтобы наделить судей в отставке правом быть медиаторами, которые осуществляют деятельность на профессиональной основе. Но здесь возникает масса вопросов. А как кто будет определять, сколько судебных примирителей будет в каждом суде? По идее, это должно быть в каждом районном суде и в каждом арбитражном суде. Возникает другой вопрос. А может ли судья в отставке, который, например, осуществлял полномочия в судах общей юрисдикции, быть медиатором или судебным примирителем в арбитражном суде? И наоборот. Теперь, если судья подал свою кандидатуру в судейское сообщество региона о том, что он готов осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе, может ли он одновременно быть и судебным примирителем? И, конечно, на все эти вопросы мы ждем ответа в регламенте, который должен быть разработан Верховным судом. Ну и кроме того, на сегодняшний день очень широко определены полномочия судебного примирителя в судебном процессе. Здесь нет четкой модели медиации, которая реализована в рамках этого института судебного примирения. Разработчики сказали, что они не стали ограничиваться. Они заложили и основы частной медиации, и расчетную, и оценочную модель. То есть все, на что как бы здесь душе угодно, то и будем рассматривать. На мой взгляд, здесь все-таки следует постепенно ввести, вводить этот институт, не стоит сразу же необъятное, а стоит шагово, постепенно. Начинать, может быть, с элементов просто разъяснения, проведения информационной работы в судах, потому что этот институт, он не должен стать конкурентом частной модели медиации, 10 лет развитию которой мы приложили много усилий. Поэтому действительно в заключении хочу сказать, что меры долгосрочного реагирования и оптимизации судебной нагрузки приняты, но на практике возникнет очень много вопросов, на которые мы надеемся, что дождемся ответа в регламенте Верховного суда. Спасибо, коллеги. Спасибо, Светлана Константиновна. Мы все знаем, как вы болеете за эту тематику, и как можно соединить ваше выступление с замечательным выступлением Юлии Тая, правосудие, не приходя в сознание, собственно говоря. Что еще делать? Но медиация нас спасет, наверное. Уважаемые коллеги, я позволю себе немного отойти от программы, поскольку ряд выступающих не смогли принять участие. Вот у нас коллега с Варшавского университета, с Польши, он просто завтра уезжает, а так вообще-то он должен был быть завтра ведущим спикером на одной из секций. Я позволь себе пригласить и дать слово Роберту Истрожемскому. Мы не можем его отпустить без выступления с этой трибуны. Пожалуйста, Роберт. 10-15 минут. Уважаемые дамы и господа, сначала я хочу поблагодарить организаторов конференции за возможность выступления. Кодификация базируется на единой создацельно приятной программе действий. Она предполагает творческий и концептуальный вклад в создание нового правого регулирования. В связи с этим, это не только собрание и согласование действующих законов, кодификация систематизирует данную отрасль права, либо как минимум отдельных частей создаваемой ею системы. На практике кодификация означает создание единого систематизированного целого правовых положений в определенной отрасли права, что связано с новолями, упрощением, дополнением и отменой действующих ранее положений. Проведение кодификации права требует от ее творцов не только знания источников местного права, но и актуальных потребностей экономической, политической, общественной жизни, в том числе компаративских исследований. Польское международное государство, возникшее после Первой мировой войны, столкнулось с серьезной проблемой унификации права, действовавшего на его территории. Это касалось в частности гражданского права, охватавшего пять систем частного права, к которым относились следующие системы. Польско-французская центральная часть Польши, российская земли на востоке страны, немецкая западная часть Польши, австрийская южные территории, венгерская территория Спиша и Оравы. К существенным факторам кодификации польского права относились прежде всего правительные причины политические, экономические, racиональная политика, но и психологические. В связи с этим, польское государство по имени Збигнева Радвански могло в принципе выбрать один из трех путей. Оставить правовой партикуляризм, унифицировать правовую систему путем принятия чужого права, создать оригинальные комплексы правовых норм, постепенно степляющие региональные нормы. В конце концов победила последняя концепция, вследствие чего была создана Polская Кодификационная Комиссия на основании закона от 3 июня 1919 года. Стоит подчеркнуть, что кодификация на практике касалась почти исключительно отросли гражданского права, права связанного с торговым оборотом. Сначала исходили из принципа, что обязательственное право будет совместно разработано с секцией гражданского права и секцией коммерческого права Кодификационной Комиссии. Однако от этой идеи довольно быстро отказались. Секция гражданского права Кодификационной Комиссии по первой очереди поручила Ernestу Тилу подготовку рефериата. Потом надо сказать, что секция гражданского права постановила по образцу Швейцарии подготовиться отдельный обязательственный кодекс предпогало, что он мог появиться раньше до окончания работ над полным гражданским кодексом. Таким образом, проект Ernesta Тила стал базой для работы над полским обязательственным кодексом. В 1924 году в рамках секции была создана подкомиссия обязательственного права. Работа над кодексом была также связана с контактами с учеными из-за границы, например из Франции и Италии. Они в частности касались французско-итальянского проекта обязательственного кодекса. Последнее чтение выпадка миссии проходило с ноября 1932 года до апреля 1933 года. Поехал проект был принят одобряющей коллегией кодификационной комиссии в июне 1933 года. Стоит отметить, что отдельно подкомиссия создала над проектом положение вводающих обязательственный кодекс, который был принят коллегией в сентябре 1933 года. Оба проекта были представлены министру юстиции, а затем в них внесли некоторые изменения. Окончательно проекты вступили в силу как распространение президента Польши от 27 октября 1933 года с обязательной силой с 1 июня июля 1934 года. Кодификация, Кодификационная комиссия работала над обязательным кодексом более 10 лет. В работах над кодексом использовалось законодательство других стран, прежде всего немецкий гражданский кодекс 1896 года, австрийский гражданский кодекс 1811 года, кодекс Наполеона 1884 года, российский суд законов 1832 года, швайцарский облигационное право в версии 1911 года, проект французско-итальянского обязательственного права 1927 года и проекта российского гражданского кодекса 1913 года. В кодификационной комиссии нашел свое отражение спор касающийся индивидуалистического и общественного обязательственного права. Первый последовали гражданские кодификации 19-го столетия. Другим важным вопросом была внутренняя система проекта обязательственного права. В то время между собой конкурировали три системы. Субъектная, романская, примененная в кодексе Наполеона, базировалась на автономии воли, сторон гражданско-правовых отношений. Предметная, гермаńская, примененная в немецком гражданском кодексе, где единственным источником права была воля законодателя государства, которое давало силу исполнения договором страны. Третья, смешная, извините вас, смешная, смешанная, примененная в швайцарском праве и являющаяся объединением романских и германских элементов. То есть в принципе первых двух систем. Полский обецелственный кодекс 1933 базировался на предметной системе с определенными уступками в паузу субъектной системы. Кроме того, заметным было в Лианне французско-итальянского проекта объединительства нового права 1927 года и российского проекта представленного государства на думе в 1913 году. Из этого следует, что полское объединительство на право было бы компромисом между германским и романским мировозрением. на практике однако преобладала предметная система. К характерным чертам объединительства нового кодекса следовало отнести вчасности введение в кодекс принципов правоты добра собственности и добрых обичаев. Введение клаузули ребус сикстантибус, что свидетельствовало об отходзе от домирующего во многих так наше законодательствах принципа пакта сунд серванта. Кодекс был разделен на общую часть, а также детальную часть касающейся отдельных договоров в частности продажи, замены, найма, аренды. Нормы касающейся договорных отношений в обязательственном кодексе были основаны на швайцарском облигационном праве в редакции 1911 года. Все договоры, кроме договора хранения, имели в кодексе характер консенсуальных договоров. Мнения на тему обязательственного кодекса преимущественно были положительными, особенно французский ученый Henri Капитан подчеркивал хорошую технику и солидную систему прежде всего по справению с немецким гражданским кодексом. Самая серьезная критика касалась прежде всего клаузулы ребус сикстантibус. Другий французский юрист Henri Mazot называл кодекс серьезным событием в мире юриспруденции, а также современным и научным кодексом. По его мнению творцы кодекса руководствовались духом умиренности и духом кодексом. своего рода с синтезом тагашних систем объязыцелствия новоправа. Он был современным благодаря применению законодатой законотворческой техники и содержал актуальные правовые конструкции. Вражением чего стала клаузула ребус сикстантibус. З этим был связанный его переводом на иностранные языки, в том числе на французский и немецкий. После Второй мировой войны объязательственной кодекс подвергся многокисленным изменениям в связи с унификацией гражданского права в 1945 и 1946 годах и политикой общественным изменениям в полиском государстве. В принципе объязательственной кодекс был отменен в связи с вступлением в силу закона гражданский кодекс от 23 апреля 1964 года. Стоит однако отметить, что действующим гражданском кодексе 1964 года сохранилось много правовых решений содержащихся в объязательственном кодексе 1933 года. Что делает этот кодекс важным законотворческим достижением возрежденного polskого государства. Большое спасибо за внимание. Спасибо профессору Стржимскому за такое замечательное выступление на русском языке. К сожалению в ответ мы на польском вряд ли сможем выступить в Варшавском университете. Хотя такие вещи очень полезны. Уважаемые коллеги мы приступаем к завершающему докладу сегодня. Я с огромным удовольствием предоставляю слово своему другу Хайдару Рустемовичу Султанову человеку без которого как мы уже много раз повторяем вестник не состоялся бы 9 лет назад потому что все 9 лет с нами крупнейшее предприятие в Европе нефтехимическое межикам с нефтехим. Эдару Рустемовичу пожалуйста. 10-15 минут и больше. Спасибо большое этого честно говоря огромная честь для меня выступать в стенах университета в котором я учился получил образование хотя когда я учился у нас понятие о праве было несколько другое это воля правящего класса возведенное в закон. Чуть позже мы когда уже немножко все поменялось услышали что право это бера свободы. Вот а в начале 2000-х годов я познакомился с одним человеком замечательным Владимир Алексеевич Ем мы заключали одну сделку с дочкой Газпрома и вот на разных сторонах беседовали и в результате этого знакомства он мне подарил книжку издательства тут они только тогда выпускали Мейера как раз была Мейера русское гражданское право и она меня очень сильно удивила я сейчас просто один кусок зачитаю какая же мера свободы предоставляется лицам живущим в обществе на употребление имущества для удовлетворения потребностям вот предмет гражданского права то есть по большому счету оказывается это в Казанском университете была заложена эта идея что право это мера свободы и это говорилось про гражданское право вот я свое выступление хотел бы конечно немножко сократить потому что во-первых заключительное и я понимаю что вы все уже коллеги немного устали а также потому что большая часть моего выступления она будет опубликована в следующем номере журнала весь гражданский процесс так что пожалуйста читайте журнал действительно замечательный единственный такой толстый процессуальный журнал который говорит что не нужно 15 тысяч знаков или 20 тысяч знаков который полностью берет и в котором вы действительно можете полностью тему любую проработать тема моего выступления была это последствия лжи в процессе материального права если мы говорим о гражданском праве как праве которое определяет меру свободы то надо отметить что в последние годы у нас тренд на развитие принципа добросовестности в гражданском праве очень сильно развился то есть те изменения которые в гражданском праве произошли они конечно фундаментальны они очень сильно изменили полотно гражданского права я не знаю насколько это еще было осознано в судебной практике и думаю нам еще много подлежит осознать в то же время есть несколько удивительных вещей в принципе я как практикующий юрист часто сталкивался с такой ситуацией что другая сторона либо открыто врет либо открыто скрывает доказательства которые у них есть в частности я до сих пор забыть не могу когда в ходе корпоративного конфликта в подмосковье пытались у нас арестовать акции якобы заключен был договор одной из компаний с другой суд слава богу отказал в этом аресте я сразу же оспорил эту сделку и в суде единственное я спорил а сделки то у меня нету у меня нет этого договора и в суде возник вопрос а как я докажу что вот этот копия договора который я получил с того дела она вот соответствует действительности другая сторона говорит а я как не обязан представлять это же правда действительно по нашему российскому праву где у него обязанность свидетельствовать против самого себя то есть как ни удивительно все таки в российском процессуальном праве есть только одна общая норма которая говорится что лица должны добросовестно пользоваться процессуальными обязанностями но не содержит норм как в других правопорядках обязывающих правдиво выступать перед судом и полностью раскрывать все доказательства нету такой нормы но вот как справедливо в одной из своих статьях отмечает мой коллега который сегодня выступал Дмитрий Борисович Абушенко он говорит что там где законодатель полагает необходимым именно правдивые сообщения суду какой-либо информации он на это прямо указывает смотри например нормы части 1 статьи 70 показания свидетеля статья 176 статья 56 АПК и так далее то есть вот получается у нас такая удивительнейшая вещь хотя надо сказать конечно же проблема лжи она существовала в те времена когда писал Дмитрий Иванович Мейер и действительно была очень большая тогда дискуссия некоторые известные немецкие процессуалисты вообще доказывали что есть такая вещь как право на ложь в процессе поскольку это главная свобода в процессе это принцип состязательности и они приводили в качестве аргументов ссылки на аксиомы римского права что никто не обязан вооружать своего противника против самого себя никто не обязан предавать себя и так далее но надо сказать что в Германии вот они говорили так говорили но в настоящее время все-таки тот императический категорический императив введенный иммуновим кантом нашел отражение в гражданском процессуальном вложении Германии где в статье 138 закреплена обязанность сторон давать объяснение по фактам и обязанность говорить правду действительно это закреплено причем у этого подхода можно найти римские корни тоже что обманы правосудия никогда не совмещаются в российском же праве даже когда у суда была обязанность выявить объективную истину не существовало никогда обязанности чтобы вот все-таки сторона в процессе была правдива на мой взгляд все-таки суд это орган который создан не для того чтобы просто выносить какие-то решения все-таки охранять право в борьбе с неправдой впрочем это даже не моя цитата это розин в 1910 году писал и Рязановский и многие другие процессуалисты тоже писали об этом что все-таки неправды здесь в процессе не должно быть неправда это то что разрушает доверие основу общества в том числе подрывает доверие к суду который принимает ложь не говоря что уже ложь разрушает и самого человека но мы про это говорить не будем поскольку это скорее всего более этический вопрос но вот про тот же категорический императив Канта и вот я его вспомнил очень высоко оценил его тогда русский философ Соловек который сказал что это единственный философ который из заповедей Нилги вычленил источник права и действительно доказывает что вот это был источник права так вот на самом деле мне кажется источником права в данном случае является доверие а ложь это доверие подрывает мы полагаем что допущение лжи в суде подрывает доверие к суду его способности выносить справедливые судебные акты суды потеряв доверие закономерно утрачивают легитимность конечно же допущение лжи в судебном процессе противоречит самим основам правосудия я процитирую любимого мной процессуалиста Михаила Малинина которого мы издали в классиках гражданского процесса гражданский процесс является независим от произвола здесь действует неизменный закон и произвол влияет на проявление закона только в частности всякие попытки организовать гражданский процесс и противность основному закону оказались безуспешными закон вытекающий из природы человека неизбежно требующий удовлетворения своих потребностей в дальнейшем неизбежно порождающий между людьми столкновение в области частно-правовых отношений с другой стороны закон самохранения государства неизбежно требующий водворения спокойствия в правоотношениях Граждане, пока будет существовать государство, признающее личность человека, этот основной закон гражданского процесса будет оставаться неизменным определяющим процесс закона. Но если обратиться к современным философам, которые посвящили свои исследования в области справедливости, в частности это Пол Рикер, он пишет, что если краткосрочная цель правосудия в том, чтобы прервать конфликт, то не состоит ли долгосрочная цель в том, чтобы восстановить социальные узы, положить конец конфликту, установить мир. Но на мой взгляд, конечно же, ложь является барьером в достижении цели. Вынесение несправедливого судебного решения, не основанного на правде, не способно сделать конфликтную ситуацию бесконфликтной. Судья Конституционного суда Ароновский пишет, в частности, что руководимая правдой личность отличается не только тем, что держатся правил, исполняет обязанности и настойчиво в правопритязаниях, но и тем, что берется не принимать фальши, даже если она узаконена. Вступление в силу судебного решения, основанного на лжи, по одному спору, лишь порождает новый спор между теми сторонами. Так суды у нас, собственно говоря, и оказались завалены исками. Более того, вот когда суды завалены исками, у них все больше возникает искушение не вникать, а где же, собственно говоря, вот эта истина, и чтобы ее искать. И они уже порой, собственно говоря, занимаются попытками найти решение, которое устоит в вышестоящей организации, в вышестоящем суде. То есть, более того, ну, если честно, есть отношение порой к адвокатам, как то, что вот этого нанятая совесть, и ради денег они будут говорить все, что угодно, поэтому в арбитражах у нас слова особого значения не имеют. Давайте бумаги. То есть идет тотальное недоверие. И причем после этого тотального недоверия у нас получается вообще, а зачем вообще стороны слушать? Зачем им что-то вообще писать? Зачем судебные акты мотивировать? Собственно говоря, вот таким образом, когда мы вначале разрешаем лгать, потом мы получаем такое правосудие, которое вообще перестает правосудить. Кроме того, ведь, опять же, почему в гражданском праве лгать нельзя, то есть материальное право не позволяет, а в процессуальном можно? Венин Федорович Яковлев, ну, всем вам известный, первый председатель высшего арбитражного суда и известнейший цивилист, писал, что метод гражданского процессуального регулирования является продолжением гражданской правовой позволительности. Так вот, гражданский кодекс, мы прекрасно знаем, что он запрещает ложь. Причем у нас статья 179 это давно запрещало. Более того, сейчас появились новые такие статьи, что при даче заверений, это статья 431 со значком 2, и даже сокрытие информации, причем, то есть обман путем умолчания, есть куча всяких правовых последствий. То есть можно отказаться от сделки, можно оспорить ее, можно взыскать убытки. В суде же почему-то можно. Для меня, честно говоря, удивительно. Тем более, ведь термин заверения в гражданском праве, это заверение об обстоятельствах, чем оно отличается от показаний суду. По своей сути, это когда лицо выступает в суде, сторона выступает в суде, она также дает заверение об обстоятельствах. Там, где идет речь об обстоятельствах, квалификация это другая вещь. Более того, ведь принцип добросовестности, это в настоящее время он настолько расширился, что он не просто запрещает злоупотребление, как это было раньше в статье 10, а в статье 307 у нас четко написано, что нужно действовать, учитывая права и законы интереса друг друга, взаимно оказывая необходимые содействия для достижения цели и обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. Я уж молчу о том, что у нас стала практика, когда сторона в суде пытается ошеломить другую сторону, доказательством скрывая его до последнего момента. Это вообще обычная история. А когда же есть возможность вообще скрыть какое-то доказательство, которое привело бы к проигрышу, но это самая обычная вещь. Собственно говоря, мне коллеги говорили, а как же так? Ну, вынесенное решение, значит, это есть презумпция, что вступивший закону силу решения является истиной. Собственно говоря, у Мейера во втором томе тоже вступивший закону силу решения относится к предположениям. Но любое предположение – это презумпция, которая может быть опровергнута. И если появляется какое-то новое доказательство, то, конечно же, при помощи этого нового доказательства эту презумпцию можно преодолеть. Но получилась удивительная история. Дело в том, что в российском праве всегда существовала удивительная ситуация, что все решения нужно было кассировать. И даже пересмотр по новым обстоятельствам в уставе 1864 года, он был в компетенции Сената. Правда, они в начале 20 века захлебнулись и все-таки отдали это вниз. Но сама логика осталась такая, что когда суд совершает виновную ошибку, а то есть не исследовал все доказательства, то нужно это вышестоящее отправлять. Новые доказательства. В советском процессуальном праве тоже осталась такая же ситуация, что если появляются новые доказательства, которые говорят о том, что решение было вынесено неправильно, на основе ложных документов и так далее, то, пожалуйста, идите к нам в надзор. И сроков для этого никаких не существовало. Однако сейчас ни в кассацию, ни в надзор новых доказательств принести нельзя. Стало быть, вроде бы как должна быть дорога в суд первой инстанции в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Но пересмотреть по вновь открывшимся, я думаю, что тоже не всегда получится, поскольку вы можете принести доказательства о том обстоятельстве, о котором вы уже в суде уступали. И тогда вам суд говорит, извините, это не вновь открывшиеся обстоятельства, это новое доказательство. Поэтому 311 не работает, до свидания. И так у нас получается ситуация, которая, собственно говоря, заводит ситуацию в тупик. Я полагаю, что если судебные решения основаны на лжи, то, конечно же, оно должно быть отменено, что вариантов не должно быть. На мой взгляд, это самый простой и самый элементарный и самый безболезненный способ пойти для того, чтобы все-таки правда в суде была, а не ложь. Надо сказать, что вот в банкротных делах, там вообще, конечно, эти судебные акты и игнорируют, и отменяют, и пересмотр по вновь открывшимся без всяких проблем, все это есть. Поэтому, коллеги, я просто что хочу сказать, проблема на самом деле, она старая, давняя, но пока у нас в судах можно будет лгать, суды будут завалены. Никто не пойдет мириться, потому что скажет, я его там обхитрю в суде. А судья, собственно говоря, он и не хочет больно в это вникать, но это неправильно. Я полагаю, что в суде стороны должны говорить правду. Я не говорю здесь про ответственность, про ответственность от Евгения. Спасибо. Спасибо, Айдар Станович. Не смею перебивать, рискнем остаться без финансирования на следующий год. Айдар Станович, спасибо. Айдар Станович, спасибо.